Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. И сейчас вы увидите девятое занятие пятого сезона в полном объеме. Позвольте мне коротко сказать, почему я и это занятие решил вам продемонстрировать в свободном доступе. Если вы смотрели седьмое занятие пятого сезона, и вы многое для себя поняли, а по количеству обратной связи и писем людей, которые реально увидели то, что необходимо было увидеть для их терапии, оказалось таким большим, что вот если вы посмотрите это занятие полностью, то вы можете умножить занятие седьмого в два раза. Очень внимательно посмотрите на то, с чего начинается занятие. Во-первых, посмотрите за моим энергетическим потенциалом, моим внутренним состоянием, как оно развивается, какое состояние было в начале и какое состояние было в конце. Вы увидите систему управления этим процессом. Я думаю, что многие, кто будет смотреть это занятие, почувствуют аж, как их потряхивает немножечко, ближе к концу, в хорошем смысле. Посмотрите вначале, какую статистику я демонстрирую. Посмотрите, как мы объясняем важные аспекты. Но самое главное, вы на этом занятии увидите такой кейс, такой пример, как выглядит психотерапия, а не просто объяснение. А в конце получите заряд такой эмоции и такой мотивации, что я думаю, что после девятого занятия у многих не останется сомнений о том, куда они попали. На какой сезон и чем мы занимаемся. Посмотрите внимательно. Не пожалейте этого времени. Это немного по зависимости от того, сколько вы бродите в поисках лечения вегетососудистой дистонии и неврозов. Я желаю вам приятного просмотра. Смотрите полностью и внимательно на одном дыхании. Без остановок. И вы почувствуете то, что необходимо. И внимательно посмотрите разборы. И у меня к вам просьба. Оставьте, пожалуйста, в комментариях, хотите вы вот этот отдельный тренинг в относительно небольшой группе 30-50 человек по тому вопросу, который вы увидите на этом занятии. Посмотрите на пример, который совершенно случайно попался мне под руки со стаканом воды. И вы тоже многое поймете. В общем, это занятие было насыщено таким количеством важных моментов, что плотность их, мне кажется, зашкаливает. Спасибо вам за поддержку. Спасибо вам за обратную связь. Я получаю очень большое количество слов благодарности благодаря пятому сезону. Ребята, которые пришли вторично, сказали, что пятый сезон просто порвал все, что только можно и не можно. А шестой будет еще эмоциональнее. И я напоминаю, что 21 и 22 октября будет онлайн-вебинар.роста. Он будет основан на фундаментальных вещах, которые я разбираю. Мы будем два дня заниматься онлайн. Посмотрите все ссылки в описании. А 23 числа стартует шестой сезон. Я вам всем рекомендую посетить его. Если даже не онлайн, то хотя бы в копии. Тоже ссылка на регистрацию. Мы скоро уже начинаем. Осталось 13 дней всего. Ну и 28-29 живой в Москве семинар. Я знаю, что летит уже больше 15 человек. У нас осталось только около 9 мест, потому что одно забронировано за моим близким родственником, скажем так. Осталось 9 мест, поэтому наберитесь мужества. Прилетайте, берите билеты заранее, бронируйте места. И вы увидите, как я работаю вживую. Вживую это будет умножено на 10. Так что, если вы хотите заряд мотивации, информации и локального применения, прилетайте в Москву на 28-29 число. Ну а сейчас посмотрите 9 занятие. Я уверен, что помноженное на 7 вы просто обалдеете. Спасибо. И еще раз всем привет. Добро пожаловать на 9 занятие. 9 занятие 5 сезона. Я чуть-чуть сделаю погромче, потому что я не могу громко говорить. Так, хорошо. Вы меня слышите вот таким образом? Так, нормально? Не тихо, нет? Нормально? Хорошо. У нас сегодня важное практическое занятие. Сегодня мы будем... Оно будет и практическое, и такое... Направляющее, что ли, да? Значит, направляющая часть. Я буду рассказывать о том, как интегрируется гештальт-подход. В прошлый раз ребята об этом спрашивали, поподробнее просили рассказать. Я сегодня расскажу о подавленных чувствах, о том, что такое гештальт, и как он интегрируется в когнитивный подход. Здесь же мы познакомимся с психоаналитическим подходом. Я еще раз для тех, кто не знает или забыл, напомню, как выглядит внутренний конфликт. Какие они бывают очень быстренько. Примеры. И больше всего я бы хотел посвятить сегодняшнее занятие именно практической части применения такого интегративного подхода к тем сферам, в которых истинное кроется напряжение. Понятно, да? Примерно план занятий. Добрый вечер. Потому что по плану... Сейчас, одну секунду. Это срочно. Потому что по плану у нас нужно понимать уже вам, что есть определенные конкретные сферы, в которых кроется то самое напряжение, которые приводят уже впоследствии к разным проявлениям тревожного состояния. Я надеюсь, что это поднимает подавляющее большинство участников пятого сезона. Это очень важно. Для тех, кто сомневается в своем здоровье, я сейчас хочу вам персонально напомнить, потому что есть, как показывает практика, ребята, которые пришли второй раз, например, те, кто были на третьем, четвертом, втором сезоне, и они пришли, когда второй раз, для них уже то, что я говорю, становится более конкретным, более очертанным, что ли, да? Для тех, кто пришел в первый раз, может, они могут не успевать за ходом консультирования, и они могут оттормаживаться по вопросу, что всё-таки при чём здесь эти сферы жизни, когда у меня вегетатика, да? А всё-таки при чём здесь эти сферы жизни, когда у меня вот такое состояние? Имеется в виду эмоциональная тревога по вопросу здоровья. И вылезает куча сомнений. Давайте я начну тогда с этих ребят, хорошо? Я думаю, их немало, так или иначе. Я сейчас к ним хочу обратиться, да? Прежде всего, давайте я чат выключил, немножечко меня смущает. Я хочу сначала обратиться к тем, таким, скажем, ну, не то чтобы новичкам, а ребятам, которые начали на шестом сезоне вообще свою терапию, да? Они дошли до шестого сезона, надо отдать им должное, потому что это не все могут делать. Как правило, наш клиент, он очень долго зреет, долго созревает. Вот те, кто созрел на шестой сезон, а можно, кстати, у вас спросить очень важную вещь. Сейчас это касается новичков, те, кто первый раз на сезоне, окей? Это важно. Вот те, кто первый раз на сезоне, напишите мне, пожалуйста, в цифрах, сколько вы меня знаете. Там, например, одна неделя, две недели, один месяц, один год, два года, три дня. Сколько вы меня знаете, прежде чем прийти на сезон? Это новичков касается сейчас. Те, кто вот первый раз пришел на пятый сезон. Один год, шесть месяцев, полтора года, год, два месяца, один месяц, два месяца, два месяца, три месяца, полгода, шесть месяцев, два месяца, два года, один месяц, три месяца, два года, два дня. Неужели есть такие? Я хочу отдельно вам, Ирина, сказать спасибо. Три месяца, полгода, четыре года, е-мое, шесть месяцев, шесть месяцев, три месяца, один месяц, один год, три месяца, один месяц, два с половиной года, три года, Два месяца назад Это вот новички Вы поняли, да, почему я этот вопрос задаю? Все поняли? Логику сейчас проясню Нету людей Которые Два года Можете представить? Люди три года, четыре Год Шесть месяцев Смотрят YouTube Вот если сейчас все это суммировать Вы посмотрите, просто чат отлистаете Вы просто если сейчас все это суммировать И разделить на количество людей Мы получим некую среднюю И я хочу вам сказать, что некая средняя Очень печальная По моим таким интуитивным математическим подсчетам Вот только Ирина, смотрите, смотрит два дня Всего лишь И сразу приняла решение И я вас уверяю, что эта девушка Ирина Она достигнет очень быстро хороших результатов Как в первичном понимании проблемы Так и дальше Вот я хочу вам что пояснить Вы посмотрите, три года Два с половиной года Это три года вы смотрите информацию Чтобы начать действовать Возникает ответ Что человек, существо, любящее затягивать Они очень хотят изменений Но очень любят затягивать Вы можете представить? При всем при том, что сезоны мы начали в феврале месяце Скоро будет год Ну если говорить о том, что сезоны Начались относительно недавно Да, вот такие Такой формат Консультирования Посмотрите, сколько люди Тянут Жесть ведь, да? Второй момент Здесь сейчас всех касается Вот смотрите Два года Три года Четыре года Полгода Среднестатистически Я так думаю, что где-то Девять-десять месяцев В средней статистике Примерно семь, наверное Восемь, наверное Да? Хотя, может быть, восемь-девять Ну если математику здесь сложить Поэтому К чему я? Я к тому, что Эти люди никто не умер Ну просто сами вдумайтесь Что это за болезнь? Два года Три года Четыре года Год Где вы смотрите Ютьюб И никто не умер А вы в полной уверенности Что вы должны умереть Вот я хочу Чтобы вы это все поняли Что вы можете И еще Три-четыре года Просмотреть Ютьюб Не только мои видео В Ютьюбе полно информации И только еще Через шесть лет Принять какие-то решения И я сейчас обращаюсь Именно к новичкам Да? А Юлиан в итоге полетел Молодец, Юлиан Красавчик Привет тебе большой Значит И вот это очень важно Вы посмотрите Сколько вы тянете Раз И посмотрите Что никто не умер Два Это вам классика математики Для того Чтобы дать вам аргумент Что никто не умер И вот те ребята Новички Которые Скажем так На первых этапах На первых этапах Терапии Вы просто посмотрите На этих ребят В чате сейчас Но если бы было Возможно Сумасшествие Ну как можно Четыре года Смотреть Ютьюб С ожиданием Смерти Сумасшествия Ну поймите Что за шесть месяцев За три года За четыре года Развивается Все что только Можно И не можно Что еще раз Мы сейчас Только что Математически Научно Доказали Что невротические Расстройства В какой бы они Не были степени Они не И приводят К людей К сумасшествию И к смерти Вот вам пожалуйста Живая статистика Люди годами Смотрят Ютьюб И ищут Какое-то лекарство У них есть убеждение О том Что они должны Что-то узнать Вот И они Превращаются В беготню За информацией А вот те Кто сейчас Дошел До шестого сезона Вот сейчас Это касается Ребят На первом этапе Да Спасибо большое За ваши цифры У вас сейчас Будет выбор Вы начали Эту войну Со своим неврозом С самим собой Те кто пришел Уже второй раз На сезоны Они ее продолжают И не просто так Они пришли Есть даже Кто по-моему Третий раз пришел Есть такие Кто пришел Второй Третий раз Поставьте сейчас Цифру Кто пришел Второй Третий раз Пожалуйста Это важно Не плюсик А цифру Второй Я это не цифра Цифра Второй Третий Второй Второй Третий Третий Второй Третий Второй Второй Третий Второй Третий Третий Второй Четвертый Хренеть Третий Второй В основном Второй Третий раз Видите О чем это говорит 235 Прекрасно О чем это говорит Это говорит в большинстве случаев, что вот эти ребята, они поняли и они продолжают этот процесс И я желаю всем, кто пришел в первый раз, во-первых, понять, что никто не умер и никто с ума не сошел Второе, сейчас меня очень внимательно запоминайте Что на первом этапе нашего тренинга, который сейчас идет Вы должны четко себя сформулировать, что нету проблемы смертельного или какого-то шизофренного характера Который с вами происходит или в перспективе может произойти Здесь же надо четко для себя понять, что надо повернуться избушкой к избушке передом Помните наше седьмое занятие? Ребят Но, кстати, могут и не на фарме сидеть, Ира, они могут и без фарма сидеть Все... Ты что думаешь, что они протянули бы без фарма и все без фармакологии, с фармакологией... К фармакологии не имеют здесь никакого отношения Они могут ее принимать или не принимать И все бы протянули бы столько, сколько ей нужно Потому что неврозы не являются патогенными в этом смысле И иммунная система здесь никак не страдает в этом плане Так вот, я к чему? К тому, что вам надо повернуться к избушке передом Все помнят седьмое занятие? Вот там я очень прямо и жестко показываю уже те сферы, куда надо повернуться передом Сегодня мы будем с вами в большей степени говорить о преломлении точечного удара, да? Вот я хочу еще раз обратиться к первым ребятам И, Марченко, как ты любишь попиздить, а? Вместо того, чтобы заниматься терапией, она поболтать приходит Что понятно, в принципе Так вот К чему я? К тому, что на первом этапе ребятам очень важно понимать Очень важно понимать Да, что Пока вы будете пестовать Свою иллюзию О том, что У вас какая-то болезнь Вы повернетесь вообще не в ту сторону Когда вы начнете поворачиваться лицом к правде К причинам напряжения Вот тут вы сделали первый прорыв Теперь второе Оставшимся, кто на второй, третий, четвертый раз пришел Спасибо вам большое за доверие Потому что если бы вам не понравилось И вы бы не понимали, ради чего все это происходит внутри вас Вы бы не пришли Теперь касается вас Скорее всего у вас могут быть несколько еще ошибок Ошибка первая Что несмотря на то, что вы могли повернуться к правде глазами Вы можете все еще держать в голове какую-то конструкцию со словами А вдруг все-таки опасно Я бы не хотел, чтобы вегетатика была или еще что-то Если такие сомнения есть Их необходимо прикончить Рациональными доводами Например, математическими Которые я сейчас провел в самом начале Затем фактами А затем четко себе в ручном режиме объяснить Еще раз все И продолжать анализировать и смотреть правде в глаза Без всяких иллюзий, без всяких оправданий Без всяких там В психоанализе это называется рационализацией Когда мы пытаемся рационализировать Почему мы не делаем чего-то Ну и собственно говоря все То есть терапия невроза это не терапия гриппа Терапия невроза это поэтапное Знакомство клиента с самим собой Вот вы если реалити смотрите Видите у нас там заставочка вверху Моя четвертая серия Посмотрите внимательно все Кто смотрел Вот там я пытаюсь вам всем показать с помощью Юли Ее процесса Как выглядят изменения Как они идут этап за этапом Этап за этапом И то мы с Юлей не говорили о симптоматике Потому что хотя она жаловалась изначально И на ваши паники И на вегетатику И на астению И на что Она там только не жаловалась История с Юлей Эта история уже вот именно С самого процесса Но пока вы будете думать каждый день Вы зря теряете время Вы имеете ввиду о правде страшной Ну У страха глаза велики Не бывает страшной правды Бывает правда которую вы не хотите принять Страшной правды не бывает на этой планете Бывает правда которую вы не хотите принять И не готовы принять Потому что у вас есть либо убеждение Которое вы Которое вам мешает принять эту правду Либо у вас есть просто тупо какая-то инфантильность Со словами я не хочу это принимать И там и там виноваты вы Нет ничего сложного Есть не хочу Я не хочу принимать правду Я не хочу в это верить Когда вам никто и никогда не поможет И когда вы будете раздавать вопрос Доктор когда меня отпустит Метафора Вам доктор скажет Хер его знает Сколько вам потребуется времени Чтобы договориться с собой Чтобы признать правду Сколько вам потребуется времени с собой Чтобы понять Что пока вы не договоритесь со своим эго Никакой доктор в кавычках И не в кавычках вам не поможет Это процесс Поймите это Реалити это очень типичный пример Психотерапии в среднем срезе Я не претендую на роль гуру в психотерапии мировой Но делаю все что умею и все что могу Использую свою интуицию Использую свои знания И предпонимание процесса Как мне кажется Поэтому давайте сегодня с вами Учиться смотреть правде в глаза Еще раз И давайте в эту правду Уже применять локальные знания А не просто Сидеть и созерцать это Окей? Будут ли у вас какие-то Может быть вопросы? Что делать если у человека есть реальная патология Которую видели врачи Например рак Или заболевания сердца Как бороться с панической атаками Если боли например Ну ты определись какой-то вопрос задаешь Когда у человека рак У меня никаких панических атак не будет Потому что я сам лежал в онкологическом центре Мне удаляли онкологическое заболевание Плеоморфную аденому Правой заушной слюной железы И я достаточно много общался И видел раковых больных И я тебе могу сказать Что когда у человека реальные проблемы в жизни Со здоровьем Такие как рак Или серьезные заболевания Это совершенно далеко от неврозов И вообще никак не сравнивается Там все внимание сконцентрировано На явной проблеме И если мы говорим про психотерапию онкобольных Терминальной стадии Или четвертой стадии То послушайте меня сейчас все внимательно То психотерапия реальных онкобольных В большей степени заключается Про принятие В большей степени идет разговор о смерти Но хочу вам сказать Такую интересную штуку Вам будет полезно Коль уж вы такой вопрос решили задать Знаете, что боятся Больше всего онкобольные дети И вообще онкобольные В основном дети Когда психологи Мои коллеги приходят В онкоцентр для детей Они думают Что надо детишкам Объяснять какие-то вещи На самом деле Дети очень сильно переживают Что они расстроят маму и папу Когда умрут А умереть они не очень боятся Психология раковых больных Вам очень непонятно Потому что для этого Надо либо столкнуться с раком Либо его побороть Либо каждый день С этими больными работать И ой как вам было бы стыдно Посмотреть этому маленькому Ребенку в глаза Той самый мадам Которая никак, сука, не может Инфантильно справиться Со свою хочу Вот она хочет Чтобы все было так Как ей удобно И от этого у нее Вегетатика И ей плохо Сходи в хоспис для детей Которые борются за свою жизнь И посмотрели в глаза И посмотрели в глаза Этим детям И этим родственникам И пусть вам Всем станет стыдно А потом Воспомните свои проблемы И вы увидите Что у вас никогда Проблемы не было У вас все хорошо С организмом У вас просто Заеб в голове По вопросу А как они Что они обо мне подумают Вам просто Не с чем сравнивать И вот эти ваши Инфантильные Все хочу быть Не так Все хочется Чтобы было так Как мне надо Это настолько Смешно И наивно Особенно для людей Которые знают Что такое онкология Когда я лежал В больнице У нас каждый день Кто-нибудь умирал У нас лампадка Не спотухала И каждое утро Кого-нибудь Вперед ногами Под простынкой Вывозили А ночью Стонали люди И плакали От боли Правда Потому что Морфий Уже не очень помогал Порой Ну наили все Кто о чем Овшивая баня Понимаете Поэтому вы должны Четко для себя Понимать Что у вас нету Никакой Диагностированной Патологии И прислушиваться К себе Любимому Вы можете Сколько угодно И вопрос Горе побежденным Тем Кто все еще Будет блять Слушать То что у него Слева болит Нормально ли это Что такое Слева И какие Показатели У тебя По рентгену По УЗИ И так далее Если у тебя нет Патологии органа Откуда она у тебя Возьмется Что же вы Такие Засыкнут Сыкуны то все Сходите вы В онкоцентр Похороните Пару детей От онкологии И я на вас Посмотрю всех Вам не стыдно 90 человек Сидящих На меня Смотрящих Здесь Ноет У него Слева Все нормально Понимаете Да вам Просто не с чем Сравнивать Вы просто Избалованные Инфантильные Не стоящие На ногах Людишки Которые Не могут Взять себя В руки И начать Думать Головой Но то Что вы Сюда Пришли Это уже Хороший Показатель И прогноз У вас Нету Болезни Никакой Телесной Это подтверждено Многочисленными Исследованиями И наша Болезни Девочкой Если Внутри Тебя Сидит Забитая Девочка Забитый Мальчик Который Боится Кому То Не понравится Работать Тебе Придется С этим Больным И забитым Мальчиком И девочкой Что Вы Все Никак Не можете Услышать Сколько Раз Вам Об этом Всем Надо Говорить Понятно Идем Дальше Теперь По поводу Сфер И как Мы Их Применяем По поводу Гештальта В том Числе Значит Смотрите Мы Сегодня Будем Тренироваться Когнитивному Ответу Но Прежде чем Мы Приступим К тренировке Давайте Немножечко Про Гештальт Про Внутренние Конфликты Чтобы Вы Понимали Я Понимаю Что Есть Некоторое Количество Людей Которые Все Еще Считают Что У них Болит Что Слева Им Надо Найти Что Болит И Они Пришли На Этот Сезон Чтобы Им Сказали Что У них Болит Слева И Нормально Лето Таким Людям Я Посоветую Либо К другому Чеку Обратиться Либо Пересмотреть Копии Либо Прийти На Шестой Сезон И Все Так Попытаться Дойти До Того Чего Я Пытаюсь Объяснить Либо Ходить По Врачам И Скать Что У него Может Болеть Слева И Вот Дальше Ходить По Этому Поводу По Поводу Гештальта И По Поводу Когнитивного Подхода Значит Давайте По Поводу Внутренних Конфликтов Да Действительно С Точки Зрения Динамических Подходов И Динамического Подхода И Психоаналитических Концепций Причиной Внутреннего Конфликта Причиной Неврозов Чаще Всего Являются Внутренние Противоречия То Что Назвали Внутренним Интрапсихическим Конфликтом И Здесь Надо Дать Вам Понять Следующую Вещь Чтобы Вы Не Упоролись Историей Что Причина Панических Атак Внутренний Конфликт Причина Панических Атак Ваш Испуг Причина Навязчивых Мыслей Ваш Страх Этих Мыслей И До Тех Пор Пока Вы Считаете Эти Мысли Неправильными Они Будут Лезть Вам Голову Потому Что Вами Управляет То Чего Вы Не Можете Допустить Чем Сильнее Вы Отталкиваете Мысли Тем Сильнее Они За Вами Бегают Чем Сильнее Вы Не Можете Допустить Вегетатику Потому Что Считаете Что Она Вас Убьет Тем Больше Ее Будет Вот Эта Простецкая Вещь Всем Понятно Или Здесь Наиль Надо Еще Раз Вам Разжевывать По Важно Понимать Что Причиной Панических Атак Или Навязчивых Мыслей Является Ваш Страх Вегетатики И Ваш Страх Того Что Вы Можете Подумать Если Для Меня Мысль О том Что У меня На люстре Намотан Кишечник Молодой Девственницы Для Меня Эта Мысль Является Признаком Патологии То Я Начну Об этом Думать И Это Будет Крутиться У меня В голове Если Я Спокойно К этой Фантазии К этим Мыслям Отношусь Понимая Что Это Просто Мысли И Фантазии Которые Ни о чем Не говорят Вообще Я могу Придумать Что угодно Кишечник На люстре Отрезанную Голову На этом Шкафу Что Я возьму Ножи И пойду Пол поселка Завалю Я могу Фантазировать Как угодно Вообще Такой Боевик С такой Порнухой И чернухой Придумать Себе Краснодаре Потом В банкеру Суют Член Голову И так далее Понимаете Мы можем Все это Фантазировать В своей голове Вопрос Просто в том Заключается Что кто-то От этих Фантазий Точнее Кто-то Эти фантазии Считает Показателем Какой-то Патологии А кто-то Говорит Ну мы все Можем Фантазировать Это как Конструктор Вот у тебя Есть Конструктор Мы все Его можем Собирать Кто-то Собирает Что-то Там Машинку Кто-то Собирает Там Замок Кто-то Собирает Там Еще Что-то Все Мы можем Собирать Все Фантазии Все Что Угодно Так вот Причина Навязчивых Мыслей Является Именно Оценка Этих Фантазий Которые Мы можем Фантазировать И чтобы Справиться С навязчивыми Мыслями Первое Что надо Сделать Это Перестать Бояться Собственных Фантазий Фантазируйте О чем Угодно Хоть О том Что вы Отрезали Член У соседа И сожрали Его Фантазируйте Сколько угодно По этому поводу Ничего С вами Не случится От этих Фантазий Кроме Как Странных Фантазий Что вам Прикольно Об этом Думать В чем Там Прикол Собственного Вот Этот Момент Очень Важно Понимать Да И По поводу Вегетатики Причиной Панических Атак Не является Внутренний Конфликт Причиной Панических Атак Является Ваше Тупое Сыкотное Отношение К вегетативному Напряжению Где вы Считаете Что вегетативное Напряжение Все еще Способно Привести вас К смерти Или это Симптом Который Что-то Означает Понимаете Вот этот Момент Он очень Важный Можно сейчас Без вопросов Вашим Вот Причиной Вегетативного Напряжения Уже Может Являться Как И Базовая Конструкция Той Тех сфер В которых Возникает Невроз Так и Того Что вы Просыпаетесь И думаете Только о своем Здоровье Потому что Во втором Случае Все равно Будет Возникать Тревога Потому что Любой Здоровый Человек Человек Который Думает О своем Здоровье Не Может Себя Нормально Чувствовать Поймите Вы Это Неужели Для Этого Надо Три Высших Образования Что Любой Человек Который Боится За Собственное Здоровье Не Может Априори Себя Чувствовать Вегетативно Спокойно Но Надеюсь Тут Интеллект Выше Тридцати То Присутствует В группе Чтобы Понять Что Любой Надеюсь Это Все Понимают Или Не Очень Второе Любой Человек Который Будет Оценивать Свои Собственные Фантазии Конструкции Фантазии Как Патогенные Или Как 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 Характеризующие У Любого Человека Эти Мысли Будут Крутиться В Голове Любой Человек Который Будет Считать Что Вегетатика Это Прилюдия К смерти Испытает Приступ Паники Что Что Непонятного Неужели Для этого Требуется Очень Высокотехнологичная Методика Объяснения В Вашу Голову Если Вы Все Еще Хотите Упороться Идеей Про То Что Нет Все Так У 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 Попаритесь Сколько Хотите Этой Идеологии Результатов Никаких Не будет Вообще А что Со мной А что Со мной Сколько Можно Блять Себя Любить Вот Мне просто Интересно Сколько Можно К себе Прислушиваться Ой 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 Вы Вы Вообще Ну Че Ну Вы Че Вам Самому Не стыдно За самого Себя Я понимаю Там Девочки Какие Нибудь Там Ну Странные Но Тут Куча Мужиков Блять Ой Ой При этом Обследование Абсолютно Нормальные Ой 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 Ну Вы Че Ну Посмотри Ты правде В глаза Что Ты тупо Без мамы Жить Не можешь Блять Ну Посмотри Ты в глаза Что Для тебя Тупо Важно Мнение Бомжа В соседнем Подъезде Когда Ты выходишь На улицу Неужели Вы не можете Меня услышать Че же Вы все Так себя Ведете Очнитесь Иначе Вам суждено Бродить По ютюбу Пожизненно Уверяя Себя И всех Остальных Что у вас Неизлечимая Болезнь Потом Мама умрет Потому что Ничто Не вечно Под луной И возникнет Следующий Этап Либо Реактивное Воздоровление Наконец-то Потому что Вы начнете Брать Ответственность За себя Потому что Уже Мамы Нет Либо Вы очень Быстро Женитесь И найдете Себя Вторую Маму У меня Вообще Есть Очень Интересная Концепция Которую Я хочу С вами Поделиться Хотите Ну вот так Из головы Сейчас Вывалилось Я хочу Об этом Вот Видео Большое Снимать Для канала Я бы Вообще В принципе Законодательно Запретил Жить С родителями После 18 лет Хотите Объясню Почему Вот послушайте Я бы вообще Законодательно Запретил Жить С родителями После 18 До 18 лет Вы Родители Живете Они Несут Финансовую И юридическую За вас Ответственность Затем Мальчику И девочке Исполняется 18 И к этому Моменту Вы должны Придумать Вместе Со своей Семьей Вариант Чтобы Эти люди Жили Одни Дальше Эти люди С 18 Лет 3-5 Лет Проживают Самостоятельно Могут Родители Оплачивать Эту квартиру Или комнату Неважно Но они Должны Жить Отдельно За 3-5 Лет Этой Самостоятельной Жизни Эти люди Получат Навыки Самостоятельности Навыки Принятия Решения В этот же самый Период Очень Важно Пытаться Выстраивать Какие-то Личные Интимные Отношения Просто Проживая На одной Территории Без Всяких Свадьб Блять Просто Проживая На одной Территории Чтобы Посмотреть Как вам Вообще Вместе Полгода Год Потому что Есть две Проблемы Проблема Номер Один Имбецильные Существа Которые Проживают Всю Жизнь С родителями Вы Простите За Мой Французский Это Никого Не хочу Оскорбить Просто Это Чистая Эмоциональная История Очень Быстро Перепрыгивают Под крылом Мужа Или Жены И я Задаю Вопрос А ты Когда-нибудь Один Жил Вообще Нет А ты Когда-нибудь Одна Жила Нет Потом В этом Браке Через Два Три Года Происходит Трещина Естественно И у них Начинается Знаете Невроз Потому что Одна Жить Тупо Не умеешь Потому что Один Тупо Жить Не умеешь И на себя Я у тебя заберу Жену Блять Детей И еще Кого-нибудь И ты будешь Один Что будет С тобой Если у тебя Забрать жену Мужа Детей И работу Что с тобой Будет С тобой будет Тот пиздец Который на самом деле Есть И поэтому Я к чему Если после Восемнадцати Вы начнете Три-пять лет Жить самостоятельно Вы получите Тот Психотерапевтический Навык Который Будет И являться Фундаментом Самооценки Фундаментом Неврозологии Потому что Если вы Из родительского Дома Перепрыгнете Сразу К мужу Вы пролетели С этим Фундаментом Все Надеюсь Это поняли Если вы Из родительского Дома Перепрыгнули Под крылом Женщины Вы пролетели С этим Фундаментом Понимаете Второй момент По поводу Проблемы В браках Связанных С неврозом Проблема Не в браке А проблема В том Что люди Решение Принять Не могут Не могут Они принять Решение Эти люди Потому что Если девочка Не пожила Без родителей И она Не может Одна Опираться На саму Себя Как она Примет Решение А в армии Тоже хорошо Как она Примет Решение Расстаться С этим Мужчиной Если У нее Такого Опыта Самостоятельности Нет Ее Мужчина Будет Простите За Мой Французский Пиздить Ногами По чану Она Не уйдет От него Потому что Она Одна Не умеет И в итоге Получится Внутренний конфликт О котором Мы сейчас Будем Говорить С одной Стороной Она С ним Уже Не может А с другой Стороной Она Одна Не может В итоге Ей с ним Херово И одной Тоже Невыносимо И она Не знает Что Сделать Вот И Расцвет Невроза Это Же Так Элементарно И Пока Вы Не научитесь Своей Самостоятельности Давайте Включим Этот Слайд Только Бо Его Найти Еще Где Он И Пока Вы Не научитесь Самостоятельности И пока Вот Я вот так Сделаю Пока Вы Не начнете Понимать О чем Я говорю Вы можете Обманывать себя Сколько Вам Угодно Это Не значит Что Все Сейчас Должны Разводиться И не значит Что Все Должны Бежать Брак Рушить Нет Просто Пример Вам Привожу Теперь Следующее Смотрите 18 лет 3-5 лет Пожила Один Пожила Одна Встала На ноги Морально Ну и материально В том числе Конечно же Потому что Если ты будешь вечно сосать У родителей В прямом смысле Денег Ты вырастишь Инфантильной тварью Понимаете Инфантильным Этим самым Как его Паразитом Паразит Это Человек Который Паразитирует На чем-то Успешном теле И большинство Из вас Паразитируют На теле Либо родителей Либо мужа И жены Пожа Сами Не умеют Не из-за симптомов Вы сами не умеете А вы даже в целом Сами не умеете Сейчас я не буду Обобщать про все Я просто пример Рассказываю Очень типичный Идем дальше Так вот Когда мы пожили Три-пять лет Одни Дальше начинается Самое забавное Когда вы знакомитесь С мальчиком Или девочкой Который заполняет Ваши потребности В маме Или в муже В папе Была девочка У которой С потребностей В папе Которого у папы Не хватило Теплого Внимательного И так далее Она встретила парня Который Просто сделал Какие-то вещи В виде заботы Поддержки А у нее Забрало Упало Эмоция поднялась Или парень Встретил девочку Которая заботливая Как мама Или наоборот Он преломляет В нее что-то Неважно Сейчас мы не будем Это трогать Все У них эмоция поднялась И эти люди Спутали подъем Эти эмоции С такой вещью Как любовь Поэтому вам надо Прожить полгода Год вместе Потому что За этот период Пик эмоций Упадет Потому что Любая эмоция Имеет такую Дугообразную Структуру И очень важно Понимать Что решение О браке Надо принимать На спаде эмоции А не на пике эмоций Всем надеюсь Это понятно Али не очень Потому что Те люди Которые Принимают А Вот просто Представьте себе Совокупность ситуации Она одна Не может Она израильского дома Перепрыгнула К мужу Что уже Подрубило Ее самостоятельность И основу Б Они приняли решение Пожениться Потому что На пике эмоций Это было решение Принято На этом же Пике эмоций Он за нее Радужно кончил И они забеременели Прошло два года Эмоция спала А то и меньше Она поняла Что он вообще Как бы не алло И там много вариантов Которые ей интересны Но она одна Не может Плюс еще ребенок Как эту ситуацию Разрулить Психотерапевту У нас то как раз Браков будет Хорошо И они будут Как раз Эффективнее Я считаю Что если В нашей стране Будет меньше Браков По количеству Но лучше По качеству Это для всех Будет лучше Чем Прости меня Антон Те браки Которые я вижу У себя в кабинете И те браки Которые видят Мои коллеги По всему По всей стране Браки В которых У людей Неврозы Браки В которых У людей Страдания И браки Из которых Никто не может Выпрыгнуть Кому они нахер Нужны Причем В этих браках Еще пиздят Они друг друга Ногами и руками Дети На все на это смотрят Кому нахер Нужны такие браки И такая статистика Пускай будет Не 10 миллионов браков А 5 миллионов браков Но эти браки Будут фундаментально Здоровыми Как для детей Так и для самих Людей И общества Чем у нас будет 10 миллионов браков С таким пиздецом Которое там происходит Потому что Тупо Не могут подумать Головой Прежде чем Кончать девочку Или прежде чем Принимать какие-то решения Кому нужны Эти 10 миллионов браков Вот этих долбоебов Которые бухают потом Он бухает Потому что Его жена Не устраивает Так я про это и говорю Что если бы у нас Было половину Но качественных браков Никто бы не бухал Неврозов бы не было Дети были бы более-менее Адекватны И этот контингент Эволюционировал В разы быстрее Чем тот контингент Который есть сейчас Это вообще Государственная политика Эволюции Населения В принципе Потому что То что сейчас происходит Это полный Пиздец Товарищи По поводу того Как вы принимаете решение Я уже не говорю О том Пиздеце в голове Под названием Я выходила Замуж Понимая Что уже Все не очень Но как бы Родственники Настояли Потом я поняла Через полгода Что совсем Все плохо У меня началась Вегетатика Но мы подумали Что нам нужен Ребенок Для новых Этапов Они зачали Ребенка И еще Через Полгода После рождения И стало еще Хуже Потому что Поняла Что вообще Полный Пиздец Вы можете Представить Как люди Думают В этом мире А потом Они приходят С этим С этим Всем бэкграундом К психотерапевту И говорят Разрулите Эту ситуацию Доктор Вот разрулите Эту ситуацию Давайте Вы у нас В ютубе Самые популярные Поехали Я жду Время пошло Пять недель Таймер Вы считаете Это нормальным? Кто кроме вас Эту ситуацию Может разрулить? Никто Поэтому Наша с вами Задача Заключается В том Чтобы не рушить Браки А чтобы думать Головой Либо Прежде чем Что-то делать Либо Как из этого Выходить Так Чтобы все Остались Более-менее Целые Морально Финансовые И так далее И если вы будете Считать Что ваш невроз Это просто Болезнь Которая должна Рассосаться Посредством Активации Иммунной системы Вы очень Сильно Заблуждаетесь Конечно же Женщине Сложнее Потому что У женщин Биология Чуть-чуть Другая У них срок годности Есть биологический У женщины Я честно Не ругаюсь Это репродуктивный Срок годности Женщины Женское тело Имеет срок годности И это говорит О репродукции Уже даже Я уже не говорю Про какие-то там Эстетические вещи Это уж на вкус и цвет Как говорится Да Тем более При наличии Современной косметологии Но у женщины Есть биологический Срок годности У нее часы Есть биологические После которых Все Деторождение Прекращается Это и есть Те самые часы Которые начинают Маятником Долбить у нее Где-то в голове На уровне ген Под названием Кажись Я не успеваю Кажись Я не успеваю Она даже не может Понять В чем проблема Понимаете Согласен Согласен С Ириной Ребенок Тоже является Тормозом Принятия решения Потому что Когда в браке Нет ребенка Вот из моей практики И причины ВСД Давайте так называть Это Причины ВСД Причины Ипохондрии Причины кардиофобии Канцерофобии И является Вот это внутреннее Напряжение В семье Где она не может Принять решение Да Ребята Я прям сейчас Понимаете Что я сейчас Прям кейсы Накидываю вам Чтоб у вас Голова Начинала работать Если нету детей Ну проще здесь Согласитесь Но если она Не умеет Одна Без ребенка Все равно Проще Как-то Подстелить И какую-то Опору Благодаря Вот таким Рациональным Интеграциям Которых Говорит Когнитивная Терапия Где ты На самом деле Больше боишься Чем ты не справишься Вот вспоминайте Из вас Наверняка Есть те Кто приезжал В Москву Вообще Без всего И вам Изначально Казалось Что в Москве Полный пипец Будет Вообще Полный трэш Но ничего Приехали Обросли Знакомыми Какими-то Друзьями Какими-то Связями Одна работа Вторая Три Два Три года Бац Вроде как Так уже Неплохо И все Хорошо А изначально Казалось Что полный Пипец Это вообще Город Который Проглотит Меня То же Самое Касалось Новой Работы Пришли Первое Время Сказали Блин Как тут Вообще Тут Такой Пипец Как Вообще Здесь Работать Два Три Месяца Раз Два Три Как-то Адаптировались Потом Уже Сидите Смеетесь Над Новичками Понимаете Очень Важно Понимать Что Кажущиеся Вот эти Апокалипсисные Решения Вовсе Не апокалипсисные Просто Вот это Ваша Неопределенность И ваша Непривычка Идти В неопределенность И есть Ваша Привычка К невротическому Поведению Запомните Это Если Неопределенности Если Вы Избегаете Контакта С этой Неопределенностью Вы обречены На деградацию А у нас 90% Населения России В деградации Только 10 Социально Психологически И экономически Активных Вы можете Представить Статистику Я сейчас беру Не Москву В Москве Статистика Больше Потому что Это центральный Город По России Матушке 90% Населения Находится На грани Стагнации И деградации И лишь 10% Населения Трудового Российской Федерации Двигают Эту Страну В отличие От Соединенных Штатов Где пропорции Совершенно Другие Потому что Там политика Немножечко Другая Именно В психологии Людей Там Соединенные Штаты Создавались Изначально В политике Давайте Каждый Сделает Свой Бизнес А мы Не будем Вам мешать Только Налоги Платить Ну Грубо Говорят Там Можно Диспутировать По этому Тему Но в целом Надо Понимать Что Вам Необходимо Научиться Принимать Решения Посмотрите На нашу Схему Я Не Говорю О том Чтобы Вы Завтра Пошли И Как Джедаи Махали Шашкой Но Давайте Посмотрим Правде Но Если Ты Понимаешь Что У Тебя Причина Твоего Напряжения Связана С Затяжным Каким То Принятием Решения В Какой То Сфере Ну Давай Думать Об Это Не о том Куда Тебя Колоноскоп Засунуть Через Неделю За 3000 А о Том Как Разговаривать С Человеком Каким Способом Пытаться С ним Поговорить Какие Компромиссы Можно Придумывать Если Это Проблема С Работой С Финансами Не Надо Бегать Засовывать Себе В Уретру Еще Чего Нибудь Ища Какой ВСД Которая В Уретре Спряталась Давайте Сать правде В глаза И сидеть На бумажке И рисовать График Выплат Способ Придумать Заработать Дополнительно В рамках Закона Давайте Думать Над теми Проблемами Которые Вызывают У вас Переживания Базовые А не Бегать По врачам С Боясь За то Что вы На самом деле Не знаете Как решать Те базовые Вопросы У меня Знаете Сколько Зрителей Которые Меня Обожают Но При этом Они В своей жизни Ничего Менять Не хотят Радикально Они Суд Поговорить С родственниками Они Суд Самостоятельно Начать Жить Они Суд Самостоятельно Принимает Решение Они Суд Принимает Решение Эти Неопределенность Они Очень Любят Канал Невроза Мегаполиса Потому Что Они Ждут Каждый Ролик Как Санта Барбару Понимаете Вместо Того Чтобы Повернуться Правде Правде Лицом К Правде И понять А чё ж я не могу В своей жизни Ничего Поменять Ну так Повернитесь Лицом К неприятию Себя И работать Нужно Именно Над неприятием Себя Вот Сейчас Мы К этому Перейдём Вот Я надеюсь Что Вот Эта Часть Была Всем Понятна Кто-то Сейчас Скажет Жёстко Нежёстко Да В какой Сфере В любой Сфере Если Для Кого-то Это Правда По По Поводу Неврозов Жёсткая Вы Можете Ити Туда Где Вам Будут Лизать И Вылизывать Анус По Полной Программе И Смотрите Ютуб Каналы До Скончания Веков Вообще Вебинары Посещайте Ставьте Лайки У вас Зубы Повыпадают Уже Пока Потому Что Блогеров Будет Всё Больше И Больше Книг Будет Всё Больше И Больше Ваша Жизнь Не Будет Меняться Никак Радикально Но Вы Будете Постоянный Слушатель И Зритель Вы Этого Хотите К Сожалению Ютуб На Сегодняшний День И Вообще Моя Работа Не Может Мы Постараемся Это Сделать Но Я Сегодня Вам Не Могу Сказать Статистику Математические Ну Информационно Проверенную Сколько Людей Удерживается В Просмотре Да Именно По Количеству Например Человек Пришёл Первый раз На Канал Смотрел Его Сколько Потом То 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 И Пропал С Канала Мы Ему Позвонили Он Сказал Все Хорошо Вот Если Возможно Было Вот Это Вот Если Было Возможно Я Был Бы Счастлив Если Б Путь Людей С Приходом На Канал Просмотр Материала Работа Над Собой И Забыли Про Канал Поняли О чем Изучают Изучают Проработали Ушли Но Я Боюсь Что Подавляющее Большинство Это Постоянные Хронические Зрители Ютюба Которые Подписаны На Все Что Только Можно И Мониторят С утра До Вечера Есть Конечно Ребята Которые Все Меньше И Меньше Смотрят Потому Что Мне Одно И То Смотреть Я Понимаю Что Мне Надо Решать Вопрос Работая С Потому Что Канал Создан Для Новичков Или Для Тех Кто В Процессе Понимаете Он Не Сделан Для Хронического Просмотра Потому Что Хроническим Просмотром Мы Не Лечимся Пришел На Канал Посмотрел Видео Голову Включил Пришел На Занятие Обучился Стал Применять Задал Вопросы Пришел Второй Раз Перепросил Переработал Принял Решение Пошел Дальше Все Забудь Про YouTube Че Вы Дрочите Этот YouTube Уже Четвертый Год У меня Вопрос Возникает Просто Но Если Я Гнался За Подписчиками Лайками Зачем Мне Было Это Вам Говорить Я Говорил Смотрите Подписывайтесь Смотрите И Это Говорится Новичкам И Те Кто В Процессе Но Давайте Процесс Завершать Как Тоже Давайте Смотреть Реальности В Глаза Я Рад Что Вам Нравится Меня Слушать Но Я Не Хочу Чтобы Мне Исполнилось 50 И Вы Сказали Леха Мы С Тобой 30 Лет Вот Этого Я Не Хочу Понимаете Мне Будет Стыдно За Себя Если Я Встречу Человека Который Смотрит Мой Канал 30 Лет И Когда Я Увидел 3-4 Года Давайте Учиться Применять Когнитивную Терапию А Именно Работу С Убеждениями Локально Пишем Алгоритм Я Батарейки Наконец Сделал Первое Ну Давайте Вот Не Ютуб Не будем Сейчас Трогать Давайте Вот По факту Обучись Обучись КПТ Давайте Вот так Это Назовем Сейчас Я Буду Все Комментировать И Повторять Второе Посмотри Правде В Глаза Третье Выпиши И Признайся В Сферах Требующих Корректировки Корректировали Опечатка Корректировки Четвертое Бей По Каждой Сфере Каждый День Разными Методами И Новым Поведением Пятое Вырабатывай Вы Ра Вы Ра Ба Ты Вай Новые Привычки И Устрани Старые Хотите Я вам Процитирую Одного Человека Буквально Из недавнего Просто Вы сейчас Меня поймете Я В телеграме Я об этом говорил Я хочу просто Прочитать Дословно Окей Вот просто Я хочу вам показать Что такое Психотерапия Вот просто Минуту Хотите Вот просто Минуту Слушайте Здравствуйте Татьяна Скиньте Пожалуйста Ссылку Реалити Шоу Занятия По скайпу Что-то Не могу Найти Очень Хочется Посмотреть Татьяна У нее Был выходной Я Читаю И отвечаю Мы считаем Что вы Способны Это сделать Сами Найдите Это видео На канале Она пишет Спасибо Дальше Она записывает Несколько Аудиосообщений Я не буду Сейчас их Включать Но суть Включается В том Что она Искала 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 И не нашла И не нашла И не нашла Там потом Был пассаж О том Что она Не очень Сильна В ютюбе Я ей пишу Проверьте Еще раз Канал Внимательно И вы Все увидите Она пишет И там Смотрела Ничего Нету Я ей пишу Внимание Чтобы изменить Что-то в жизни Нужно Учиться Искать Решение Видимо Вы плохо Искали Повторите Попытку Она Опять Записывает Аудиосообщение О том Что она Искала Искала Там В общем Ничего Нет Я пишу Все-таки Посмотрите Пожалуйста Внимательно И попробуйте Еще раз Но Напрягитесь Выйдите 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 Из своей Убежденности И представьте Себе Такое Что вы Можете Ошибаться Мы вам Посвятили Даже Пост В телеграм Кстати Не за что То что Сейчас Вы осознаете Это важный И бесплатный Этап Вашей терапии Потому что Именно Эта Проблема И ошибка Привела вас Ко мне Потом Идет Долгая Пауза До 9 Вечера Я ей пишу Вы справились Она пишет Да Спасибо Посмотрела Занятие Вообще Я очень Трудолюбивый Человек Я просто С телефона Сложу Но я Все нашла Еще раз Спасибо Я ей пишу Отлично Теперь вы знаете Что реалити Выходит в разделе Новинки И отдельном Реалити Она пишет Спасибо Я поняла Проходит Час Пишет Я действительно Только сейчас Холодной головой Все пролистала В своей голове И поняла Насколько вы правы Я ведь так Всю жизнь И жила Спасибо вам Огромное Я не знаю Кто это Это просто Короткая переписка Где психотерапевт Видит Основу Как люди Думают И всю Жизнь Вот эту Модель Они крутят И крутят И крутят И крутят И крутят И естественно У них идет Несостыковка Потому что Она действительно Была убеждена Полдня Что она не видит Реалити На канале Она его не видела У нее глаза Видели А мозг Нет Понимаете В чем прикол Когда вы В чем-то Убеждены Вы уже Отказываетесь Это физиологический Феномен Я хочу Чтобы вы это Поняли Когда вы Эмоционально Нагнетаете Ситуацию Внутри себя Ваши глаза Видят Например Где стоит То что вы Ищете Но вы Убеждены Что мама Это далеко Убрала И вы Не видите Это под носом А глаза ваши Видят А вы Не видите Вот эта Девушка Была Она Видела Потому что В новинках Нельзя было Не увидеть Они прям Сверху Висят Но она Упоролась Историей Что она Не может Найти Она Действительно Не видела Не потому Что ролика Не было А потому что Она его Не могла Найти Потому что Она была убеждена Что его Нету И когда Я ей сказал Выйдите Из понимания Что вы Не видите И трезвым Взглядом Еще раз Посмотрите Она все Увидела Понимаете Метафору То же самое Работает Когда Вы упороты Например Чувством Вины К своему Мужу Ну Предположим У вас Есть большое Разочарование В человеке С которым Вы живете Вы поняли Что ваши Пути Давно Разошлись Или Например Он не оправдал Ваших Ожиданий Или Он что-то Сделал И вы Обижены На него И вы Уже Вот это Эмоциональный Внутренним Нагнетением Вы уже Не видите Каких-то Его Поступков Каких-то Его слов Вы Начинаете Предвзято Трактовать Все Что он Делает И говорит И с вами Уже Говорить В таком Состоянии Бесполезно Вы Не Способны Решать Диалог Поэтому У нас Дипломатия Есть такое Ругательство Нельзя Вступать В диалог Со стороной Конфликта Если вы Будете Пытаться Решить Конфликт С предвзятыми Обидами И эмоциями Все это поняли Да Убежденность В чем-либо Заслоняет нас От реальности Верно Правильно Когда вы Убеждены Что Россия Напала На Украину И вы Убеждены В этом На 100% Вам Любые Факты Будут Мимо Ушей И наоборот Понимаете Это Механизм Управления Людьми Их Надо Убедить Тогда Им Никто Их Переубедить Будет Очень Сложно Но Вспомните Себя Когда Вы Злы На своего Парня Или Мужа Вы Диалог Вести Не Можете Хорошо Другой Пример У вас Была Ссора С Коллегой По Работе Вспомнили Ситуацию И Вы Начали Испытывать К ней Личную Неприязнь Представили Всей Эту Ситуацию Ребятки Вы Когда Испытываете Личную Неприязнь К этой Девушке Или К этому Человеку На работе Все Что Этот Человек Будет Делать И Говорить Уже Вами Будет Восприниматься Искаженно Не Потому Что Объективно Он Так Делает А Потому Что Вы Уже Воспринимаете Любые Слова И Действия С Подоплекой Все Понимают О чем Я Говорю Это Механизм Очень Сложный Я Пытаюсь До Вас Это Донести Вы Постоянно Смотрите Предвзято Вот То Как Вы Упоролись Так И Смотрите И Вы Не Видите Начиная От Соломки Где Вам Кричат Возьми Возьми Да Не Вижу Не Вижу Вы Видите Вы Не Видите Морально И Если Вы Упоролись Обидой И Гневом На Кого То Что Бо Вам Не Говорили Вы Не Будете Это Слышать Вот Точно Так же Происходит С Нашими Клиентами Когда Они И И Верят Что Вегетативная Дистония Это Болезнь И Просто Надо Что-то Полечить Ни Я Никто Другой Не Сможет Привести Им То Количество Информации Чтоб Они Пересмыслили Это Пересмыслили Понимаете Какую Работу Вот Мне Приходится Выполнять Понимаете То есть Чтобы Вскрыть Голову Человека Упоротого И Убежденного В чем То Надо Его Заставить Снять Шкуру И Посмотреть Заново Например Могу Привести Вам Не Могу Рассказывать Детали Но Одна Газовая Компания России Вела Переговоры С другой Газовой Компанией Не России Газовая Компания России Очень Сильно Обиделась На другую Сторону Потому Что Там Просто Издевательство Просто Издевательство Но Эти люди Каждый раз Садили за стол Переговоров И искренне Пытались На эти точки Соприкосновения Если бы Они Садили за стол Переговоров Со старыми Обидами Поэтому Надо Всегда Уметь Морально Собираться С чистого Листа Понимаете Метафору О чем я То есть Если вы Хотите Решить Вопрос С мужем Женой С коллегами По работе С какими-то Людьми Просто В быту И использовать Когнитивную Терапию Которую Мы сейчас Обратно Вернемся Откажитесь От старых Убеждений Это Будет Вам мешать То есть Если вы Хотите Поменять Резину На новую Сейчас Зимний Период Начинается Но вы Не можете Переобуть Зимнюю Резину На старую У Брюса Ли Была Очень Прикольная По-моему Это Брюс Ли Показывал То ли Я его Книги В юности Читал То ли Еще Где-то Представьте Метафору Если Стакан Загрязненной Водой А давайте Я вам Покажу Это Смотрите Сюда Все Вниматель Ребятки Меня видно Крупно Сейчас будет Видно Крупно Я правда Не готовился У меня просто Урна стоит Вот смотрите Это вы Это вы Представили Все видят Это Может Ютюб Опять Бахнуть Это Занятие А вот Это Знание Которое Я пытаюсь Вам Объяснить Они Чистые Не потому Что Я такой Охуенный А потому Что Я говорю Вам О том Что Посмотри Не предвзято Прозрачно Посмотри Просто На ситуацию Все это Понимают А это Вы А это Объективность Что Будет Если Я буду Делать Вот так Что То Изменилось Вы Наполнились Кучей Информации Но Как Говно Было Так И Будло Вы Как Предвзято Смотрели На мир Так И Смотрите Просто Более Наполнено С Большим Пониманием Говна Вокруг Что Надо Сделать Вот так Даже Упор Понятно Если Постоянно Подливать Чистую Вы Заебетесь Подливать Или Тот Кто Подливает Надеюсь Что Вот Этот Пример Для Вас Стал Более Менее Понятным Вот Сейчас В голову Пришло Не Планировал Такие Импровизации У меня Бывают Терапевтические Вот Что Вам Надо Сделать Бер Вотер Май Френд Это История Гибкости Это Немножко Не Про Это Он Имел Ввиду Что Вода Принимает Разные Формы Куда Бы Ее Не Вылили Она Подстраивается Под ситуацию Либо Под Окружающую Среду Вот С этим Примером Со стаканом Понятно Почему У вас Очень Часто Не Заходит Когнитивная Терапия И вы Продолжаете Испытывать Очень Сильные Эмоциональные Перекосы Вот Теперь Правильный Вопрос Антон Начал Задавать Как Очистить Вам Надо Отказаться Отказаться От Убеждения О том Что Вы Знаете О том Что Вы Знаете Что Думают Люди Все Я Не Знаю Что Думают Люди Пока Они Мне Не Сказали Социофоб Как Вылечить Социофобию Вылить Говно Налить Чистое Как Социофоб Вылить Говно Ему Надо Надо отказаться от убеждения, что он знает прежде всего, что думают люди. И первое, что он говорит, я не знаю, что думают люди. Например. А потом пошли следующие отказы. Я могу быть для всех разным, нет вариантов всем понравиться, ну и так далее. То есть вы должны, если вы хотите наладить отношения с мужем, вы не сможете их наладить, слушая меня, продолжая удерживать на него обиду за то, что он там не оправдал ваших ожиданий. Вы говорите себе, да, действительно, не только мужа касается в целом, да, действительно, он не оправдал моих ожиданий, но а должен ли он был оправдывать мои ожидания? Кто виноват в том, что я ожидал вот это, а реальность была другой? Зачем мне эта обида? Да. Давайте посмотрим чисто. Да, Саш, ты не оправдал там моих ожиданий, но это моя проблема. Я не буду на тебя злиться, потому что это мои ожидания. Но давай что-то как-то решать, спокойно, без нервов и без претензий. Вы же наполнены знаниями, с этим дерьмом разбавленным пытаетесь а-ля решать решение в когнитивной терапии с мужем. Очень важно понимать, что вам необходимо отказываться от тех убеждений, которые и мешают вам. Например, по поводу панического расстройства. Вот у вас есть убеждение, что вы умрете от вегетатики или от панической атаки. Чтобы суметь отказаться от этого, надо объяснить себе, что это безопасно. Тут требуются упражнения, все это помнят, да? То же самое касается навязчивых мыслей. Чтобы суметь отказаться от убеждения, что они безопасны, надо себе это обосновать. Статистикой, математикой, примерами, которые я провожу. То есть, если вы хотите добиться новых результатов в тех сферах, которые приводят вас к неврозам, давайте вернем этот слайд. Это чуть попозже в когнитивной терапии. Можно пример. Ну, сама подумай. Я должна быть хорошей женой, матерью, невесткой, дочкой. Ну, сама подумай здесь. Зачем тебе пример-то? Уже пора самой начинать думать. Уже много раз я говорил эту структуру рационального ответа. Я должна быть хорошей женой, матерью, невесткой, дочкой. Какая ОКР упоротая история. Ну, подвергните ей это сомнение. Сами начините подвергнуть. Вы понимаете... Мне надо вам кое-что сказать. Когнитивная терапия – это неправильные подсказки в какой-то ситуации, как надо думать. Я хочу, чтобы вы сейчас все это поняли. Когнитивная терапия – это попытка, София, научить человека размышлять в ситуации, где вы нашли какое-то убеждение. Вот София, например, нашла убеждение – я должна быть хорошей женой, матерью, невесткой и дочкой. И вот тут София не должна бежать к Красикову – Алексей, а как тут ответить правильно? Нет. София должна включить кукушку, открыть тетрадь, посмотреть занятия и начать пытаться сформулировать рациональный ответ. Верно, чтобы самой начать философию внутри себя, а не искать правильные формулы ответов. Я вот хочу, чтобы вы здесь все поняли, что когнитивная терапия – это не начетничество, как надо думать. Поэтому, София, я сейчас и все мы от вас ждем в письменном виде, а как бы вы сформулировали рациональный ответ в этом убеждении. Давайте каждый сейчас возьмем элемент тренинга. Пишет только София в чате, все остальные не пишут. Все остальные пишут у себя в рабочих тетрадях. Я хочу, чтобы вы все проверили, потому что я буду говорить потом. Пожалуйста, София, напишите нам в рабочем чате, а все остальные в тетрадях. Еще раз повторяю, все остальные в тетрадях. Еще раз повторяю, все остальные в тетрадях, а София только в чате. Еще раз повторяю, все остальные в тетрадях, а только София в чате. Еще раз повторяю, все остальные в тетрадях, а София пишет в чате. Рациональный ответ на убеждение «я должна быть хорошей женой, матерью, невесткой и дочкой». Пожалуйста. Дадим какое-то время Но все равно сейчас кто-то напишет в чате Я же убежден Отчасти в этом Я удивлюсь, если не напишет Кто-нибудь в чате рациональный ответ Только София Учимся включать голову Ребята, попытка должна быть Вы должны пытаться Вы не можете, например, освоить навык вождения машины Если вы к ней не подойдете А скажете Лех, прокати меня Я тут машину купила за 5 миллионов Такая клевая, покатай меня Я говорю, ты сама зарод когда-нибудь сядешь В тетрадях, да Понятно В тетрадях, да София, давайте Рациональные ответы Все остальные И потом проверяйте Потому что я буду помогать Сравните свое размышление По этому поводу С моим Ну Не моим лично А именно когнитивным подходом Я вас учу Я вас учу не своему мышлению А философии когнитивного подхода Давай, София Пробуй, пожалуйста Начни хоть с чего-нибудь Все остальные Тоже берем ручки Пишем Кто сейчас не пишет Вот у нас онлайн 100 человек почти Я вас всех призываю Прописать это Поехали, читаем Даже если их что-то не устраивает Во мне Это их ожидание Так Давайте Размышляйте Каждый пишет Ответ на убеждение Я имею право Быть такой Какая я есть На самом деле А не стараться Проживать жизнь Так, чтобы им угодить Даже если их Что-то не устраивает Во мне Это их ожидание Хорошо Давай дальше Рассуждай Рассуждай Дальше Тужься Все тужимся Посмотрим, что натужится Очень важно Тужиться Я серьезно вам говорю Потому что Те сейчас, кто сидит И хихикает Возле монитора Со словами Посмотри, какую краску В долбоеб Вы зря сюда пришли Тужимся Пытаемся сформулировать Рациональную философию Мозг проращивает Новые нейронные связи Только когда он напряжен И загружен И мыслительной деятельностью Андрей Владимирович Курпатов Как раз об этом говорил Что вот это вот Интернетализация Окей, гугл Кто такой Пушкин? Атрофировала Кору головного мозга У людей Они перестали Учиться Думать Алгоритмами У них один алгоритм Нажать кнопку Даже если их что-то не устраивает Во мне Их ожидания Моя жизнь Может приносить Удовольствие Мне тоже Давай еще раз Давай продолжаю Я имею право На свои желания И потребности Давайте Давайте еще раз Посмотрим Напишем Я имею право И потребности Ну видишь Как у тебя Сразу Вылезает Чуть-чуть Глубже История Чем Когнитивная Терапия Смотрите Если Второй Последний Две строчки Взять Моя жизнь Может приносить Удовольствие Мне тоже Я имею право На свои желания Это вообще Не про убеждение Которое Она написала Но у нее Это вырвалось Под моим Эмоциональным Давлением Видите Потому что У нее Это не связано С историей Я должна Быть женой Матерью Невесткой Хорошей дочкой Смотрите Как у нее Вырвалось Вот это Внутреннее Желание Я хочу Быть собой И свободной А не такой Как вы хотите Видите Как это Вырвалось В психоанализе Последние Две строчки У нее Моя жизнь Может приносить Удовольствие Мне тоже Что символизирует Что сейчас Удовольствие Она приносит Кому угодно Только не себе Последняя строчка Символизирует На то Что ее Желания Постоянно Осуждаются И подавляются И ей очень плохо От этого То что вы сказали Но я знаю Что я Это точно Тут я Особенно Сильно не удивлен Вопрос не в этом Так Чувствуешь Да Вот это Последний момент Вот это Очень важно Для тебя Запиши себе Вот эти две строчки Потому что Это те потребности Которые в тебе Клокочут Дальше Как здесь Размышляется Смотрите А что мешает Этой девочке Чтобы ее Чтобы Смотрите Моя жизнь Может приносить Неудовольствие Что мешает Этой девочке Получать удовольствие Что мешает Этой девочке Иметь право Иметь право На свои желания И свои потребности Внимание Этой девочке Мешает Убеждение О том Что она Должна Делать так Как ей сказали Другие Чтобы быть Для них Хорошей женой Матерь Невесткой И дочкой Внимание Я вопрос София Молодец Супер Кейс Все сейчас Включают Голову И думают Какое Внутреннее Решение Должно Должно Родиться В нашей Пациентке Софии Чтобы Начать Опровергать Эти Привычные Убеждения Подумайте Сложный Пример Даже для Моих коллег Которые у меня Учатся Но попробуйте Поразмышлять Это и есть Проращивание Нейронов Думаем Что Она должна Родить В себе Кто догадается Прямо сейчас Звездочка Не глядя От меня Лично На погоны Или не на погоны Там куда Что У нее Должно Родиться Ну Просто Вот сейчас Попробуйте Отвлекитесь Выйдите Из убеждений И попробуйте Поддумать Во Молодцы Клево Нет Любовь к себе Это понятно Но это не туда Остановим Чат Аня Молодец Еще раз Смотрите Как размышляем Вот у нас Есть клиентка У которой Есть Казалось бы Убеждение Смотрите Вот Какую бы Когнитивную Ошибку Сделали Терапевты В большинстве Случаев Даже Специалисты По когнитивной Терапии Они бы Рассматривали Эту пациентку Чисто С убеждением Я должна Быть хорошей Женой Матерь Невесткой Дочкой И в 100% Случаев Когнитивный Терапевт Б сказал Давай опровергнем Это Было бы Неплохо Если бы Я была Идеальной Женой Матерь Невесткой Дочкой Но Я имею право На ошибку И кому-то Не нравится Это было бы Очень правильно И там бы Диалог Пошел туда Все увидели Потом он бы Попросил Ее бы Сначала Написать Он бы Увидел Моя жизнь Как правило Когнитивные Терапевты Не знают Психоанализа И как правило Они бы Не зацепились За вот эти Две строчки Моя жизнь Может приносить Удовольствие Мне тоже Я имею право На свои желания И потребности В большинстве Случаев Не в 100 Но в большинстве Случаев Когнитивные Терапевты Пропустили бы Эти две строчки Мимо И они бы Начали бы Просто бы Долбить историю Я должна быть Хорошей Невесткой И матерью Все это понимают В моем же Случае В моем же Случае Сейчас Я как раз таки Зацепился За эти две Последние строчки Потому что Из них ясно Что человек Хочет Получать Удовольствие Тоже А не только Его приносить И она хочет Иметь право На свои желания И потребности Но Как правильно Сказала Аня Марченкова Она не имеет Убеждения О том Что она имеет Право Для кого-то Показаться Плохой И неудобный У нее нет Убеждения О том Что она Имеет право Не понравиться Не с собой Слишком обобщенно Она не имеет Убеждения О том Что ее Выбор И ее действия Могут быть Несогласны С ними У нее нет Убеждения О том Что У нее есть Убеждения О том Что все ее Действия Должны Одобряться Вот Именно Вот Эта Заноза Не даст Сформулировать Рациональный Ответ Поэтому У нее Она Не Получается И работать Тут надо С аналитической Из глубокой Точки Позиции Она Должна Сначала Принять И разработать В себе Убеждение О том Что она Имеет Право На то Что если Ее Действия Кому-то Будут Не по Вкусу Это Нормально Если С ней Кто-то Будет Не согласен Это Нормально И Только На основании Этой Философии Она Сможет Выстроить Такой Рациональный Ответ Что Было Бы Неплохо Если Все Мои Действия И Поступки Приносили Б пользу И радость Моей Семье И я Была Бы Идеальной Сестрой Идеальной Матерью Невесткой Дочкой Женой Но Я Прекрасно Понимаю Что Я Человек Который Имеет Право На Свои Вкусы Свои Гастрономические Предпочтения Свои Философские Убеждения И так далее Я имею Право Устать И так далее И тому подобное И если Я Что-то Делаю Что Кто-то С чем-то Не согласен Это Вовсе Не означает Что Я Плохая И вовсе Не означает Что Мне нужно Делать Так Как Они Хотят Моя Задача Найти Компромисс А не Ити Вопреки Чтобы Меня Ставили В Расчет Вот Софии Нравится Вот Это А вот Нам Нравится Вот Это Давайте Найдем Середину Давайте Сделаем Так Как Нравится Софии Но И София Сделает Так Как Нравится Нам Компромисс Давайте Послушаем Что София Скажет По Этому Поводу София Против И Например Я Согласен С Ее Позицией То есть Вот Таким Образом Будет Вестись Диалог Вот Смотрите Что Она Пишет Смотрите Внимательно Я Всегда Боялась Потерять Любовь И Одиночество А Теперь Внимание Смотрите Как Развивается Терапевтическая Сейчас Терапевтический Процесс Стоп Смотрите Стоп Мне Казалось Что От этого Меня Будут Меньше Любить Вот Вот Вам Все Ответы Внимание Сейчас Происходит Чудо А Глубокое Понимание Ее Вот Этого Убеждения Что Она Должна Делать Вот Так То Так То Так То Связано С детской Историей Про то Что У маленькой Софии Было Какое То Убеждение Ввиду Поведения Родственников О том Что Если Она Скажет Что-то Или Будет Там Неодобрено Ее Она Потеряет Любовь И Будет Одинокой Внимание Вопрос Какое детство Может быть У этой девочки Чтобы Вот так Начать Думать Сто Процентов Это История Про Специфическое Поведение Родителей Которые Дистанцировались Дистанцировались Наказывали Или Игнорировали За выражение Самости Этой Девочки Например София Говорила Так Как Она Считает Нужным И Говорила То Что Она Хочет А Ей затыкали Род Говорили Нет Это Неправильно Делай Так Как Я Сказал И Маленькая Девочка Начинает Интерпретировать Чтобы Ее Не Бросили И Поддерживали Надо Говорить Как Говорить Как Надо Будучи Убежденной Что Тогда Она Не Будет Одна И Вот Здесь Глубокий Фундамент Ее Терапия Заключается В том Чтобы София Научиться Быть Одной Потому Что Если Вы Сможете Себе Сказать Да Я Могу Быть Одна Да Я Могу Быть Без Любви Какое То Время И Без Поддержки Но Это Плата За То Чтоб Они Со Мной Считались Вот Тогда Этот Ядовитый Железа Будет Вырвана Все Это Поняли Потому Что До Тех Пор Пока Она Не Может И Боится Остаться Одной И Неподдержанной Она Будет Всячески Исковыриваться В Поддакивании И В Подстройке Перед Окружающими Забивая На Себя Забивая На Свои Потребности И Она Прям Пишет У Него Прям Вырвалось Моя Жизнь Может Приносить Удовольствие И Мне Тоже Я Имею Право На Свои Желания И Потребности Услышьте Меня Чувствуете Как Это Вырывается У Нее Это И Есть Психотерапия Я Я Пытаюсь Вам Объяснить Что Такое Информирование И Что Такое Психотерапия Все Это Сейчас Ну Кто-то На себе Это Сейчас Прочувствовал София Спасибо Тебе Огромное Очень Клевый Пример От Тебя Что Скажешь София Твои Реплики Юлечка Привет Вот Только Так Мы Можем Заниматься На наших Тренингах Я Прочувствовал Очень Сильно Все Верно София Ты Услышала Юль На себя Примеряй Тоже Окей По-моему Это К тебе Тоже Близко София Ты Почувствовала Историю Подождите Не Сбивайте Меня С настроя Ты Почувствовала Историю Про Базовый Смотрите Еще раз Алгоритм Нам не Управляет То Чего Мы Не Можем Допустить Все Внимание Меня Слушают София Не Может Быть Не Может Формулировать Рациональный Ответ Иррациональное Поведение Самости Потому Что У нее Главная Ахиллесова Пята Она Очень Боится Остаться Одной Как Маленькая Девочка И Задача Ее Терапии День За Днем Учиться Быть Самостоятельной И Одной А для Этого Нужно Делать Вещи Сама Сама Для Себя Опираясь На Себя То Есть Если Грубо Говоря Я Вырву Волос И Скажу Сейчас Я Сделаю Одну Вещь И София Исцелится Хотите Вот если Я вырву Один Волос И скажу Трак Тибидох Тибидох И исправлю Одну Маленькую Вещь В Софии Она Завтра Вылечится От всех Своих Проблем Хотите Вот Чудо Хотите Чудо Чудо Хотите Вот Я понял Ладно Придется Чудить Окей Вот Если Сделать Так Что Завтра София Скажет Я Могу Быть Одна Со Мной Могут Не Разговаривать И Меня Могут Не Поддерживать И Я Могу Остаться В Изгоре И Одна Но Это Плата За То Что Я Попросила Считаться Со Мной Если Она Морально Позволит Себе Опираться На Себя И Позволит Себе В Концепции Что От нее Отвернуться И Объяснить Себе Что Будут Еще Люди Еще Люди Еще И Если Твои Родственники Любят Тебя София Может Быть Они Будут Не Согласны Может Быть Они Будут Тебя Не Поддерживать Но Вряд Ли Они От Тебя Отвернутся Просто За Несогласие Потому Что Если Гипотетически Представить Вы Просто Представьте Себе Ситуацию Что Вся Семья Отвернется От Софии Потому Что София Попросила Право С собой Считаться То На Мой Взгляд Это Очень Больная Семья Что Очень Маловероятно Скорее Всего София Это Просто Боится И Если Бы Тут Сидели Родственники Софии И Если Бы Тут Сидели Родственники Софии Наверняка Они Были Сказать Что Нет Если Она Будет Так На Себя Вести Мы Конечно Будем В шоке Мы Конечно Удивимся Но Никто От Нее Не Отвернется И Не Бросит Вот Это Важно Понимать Мама Могла Не Разговаривать Месяц С Братом Если Он Не Слушать Вот Ебёна Мать Вот Эти Мамы О которых Я вам Говорю Как раз На канале Все Это Поняли Когда Мама Не Разговаривает С Детьми Потому Что Дети Просто Выражают Свои Желания Вот Вот Вам Разобранный Пример Давайте Это В Ютуб Выложим Все Чтоб Увидели Это Вот Вам Разобранный Пример За 25 минут От Симптоматики Когнитивного Подхода До Базовой Структуры Зачем Полгода На психоанализ Ходить И Ютуб Смотреть 5 лет Мама Вела Себя Так Что Ребёнок Почувствовал Огромную Фрустрацию Игнором За Что За То Что Ребёнок Сделал Так Как Посчитал Нужным Внимание Все Это Слушаем Все Слушаем Это Ещё Раз Все Поняли Как Это Детство Связано С вашими Неврозами Ютуберы Это Очень Важно И Вот Тут Маленькая София Внимание Ты Слушай Меня Очень Внимательно София И Вот Тут Маленькая Девочка Начинает Думать О том Что Её Выражение Самости Если Она Будет Выражать Себя Как То Не Так Как Хочет Мама Это Опасно Игнорам Это Базовая Фрустрация Где Ты Привыкла Внимание Думать О том Что Тебя Бросят Это Это Было Просто Мамино Поведение Не Очень Адекватное Но Ты Привыкла И Засунула Это Внутрь Себя С Убеждением О том Что Если Я Буду Делать Не Так Как Она Хочет Я Испытаю Ту Детскую Фрустрацию И Тебя Психотравма Это Называется Выкидывает Обратно В детство Где С Этой Девочкой Никто Не Говорит Потому Что Она Просто Сказала Так Как Хотела София Вспомни Сейчас Сколько Тебе Лет Сейчас Сколько Тебе Лет От Тебя Выкидывает В Иллюзию Про То Что С Тобой Месяц Говорить Не Будут А Тебя Выкидывает В Иллюзию Той Самой Фрустрации Где Тебя Игнорировали Именно Этот Страх Этой Фрустрации Не Дает Тебе Открывать Рот И Говорить И Чтобы С Тобой Считались И Здесь Необходимо Осознать Это И Дать Себе Ответ Но Предположим Я Скажу Что Я Не Хочу Этот Салат А Я Хочу Этот Салат Но Предположим Мне Сказали Что Мы С тобой Кто С тобой Сегодня Не Будет Разговаривать Все С тобой Будут Разговаривать И Так Или Иначе Все Ничего Не Случится Страшного Просто Ты Привыкла Из Маминого Вот Этого Игнорирования Нездорового Сразу Тебе Говорю Потому Что Это Садистическая Позиция Матери Только Мать Садист Больная На всю Голову Может Не Разговаривать С детьми Потому Что Они Сделали Так Хотели Нужно Даже Если Были Неправы Можете Представить Насколько Нарушенная Мамаша Вообще Можете Представить Насколько Нарушенная Мамаша Чтобы Вот Так Себя Вести С ребенком Который Пытается Выразить Своё Желание Даже Если Оно Не Объективно Не Конструктивно Из-за Детства И Вот Именно Так Дети Получают Базовые Фрустрации А потом Не могут Выражать Свои Чувства И Свои Слова Потому Что Их Выкидывает В это Детство Они Боятся Они Даже Не Могут Понять Почему У них Слова Не Вылезают Из Гортани Потому Что Они Настолько Были Испуганы Этой Этим Игнором Детстве Понимаете Вот Этот Момент Очень Важный Вот Вам Кейс Только Не В Ютуб Хорошо В Ютубе Тогда Не будет А Жаль Кейс Клевый А Почему Не В Ютуб Как Тебя Это Смущает И Чем Что Ты Взяла Что Тебя Опознают Мало Ли Какие Тут Софии Кто Будет Смотреть Эти Занятия Но Если Ты Не Хочешь Тогда Ок Но Я Считаю Что Этот Кейс Помог Огромному Количеству Людей Очень Большому Количеству Много Моих Знакомых Смотрят Ваш Канал Но Чем Тебе Это Грозит Ты Сейчас Идешь По Пути Своего Страха Чем Тебе Это Грозит Ну Подумай Что Они Отвернутся Опять От Тебя И Оставят Тебя Одну Ты Сейчас Продолжаешь Философию Своих Убеждений Да Я Так Понимаю А Ее Не Волнуют Факты У Нее Просто Есть Упоротая История Что Ее Опять Оставят Одну И Будут Игнорировать Вы Вы Видите Насколько Пронизана Вся Ее Жизнь Вот Этим Ее Вся Жизнь Пронизана Одной Простой Историей Они Меня Бросят Они Меня Бросят София Сколько тебе лет Они Меня Бросят Они Меня Бросят Понимаете Поэтому София Я бы Конечно Хотел Если честно Это занятие Выложить Не хочу И мои Проблемы Им Рассказывать Да Какие Твои Проблемы София Миллион Кто Им Рассказывает Видите Насколько Эти Люди Как Они Соображают Видите Да Она Этого Не поймет Сейчас К сожалению Большому Она В полной Верности Что Ее Это самое Ее Опознают По имени Она Не видит Факты Так же Как и Большинство Вас Не видят Факты Понимаете И она Сейчас Просит Не выкладывать Это видео В YouTube Потому Что У нее Работает Старая Конструкция А вдруг Они от меня Откажутся А вдруг Они от меня Откажутся Это же Плохо Это же Ужасно А вдруг Это София И я считаю Что это Максимально Неконструктивно И это Максимально По старым Граблям И здесь Кто-то Писал Юля По-моему Писала Вот тебе Наша Героиня Даете Рекомендацию Что Она Тебя Понимает Но Лучше Вести Она Юля Она Этого Не Видит Она Убеждена В том Что Ее Опознают Понимаешь Надо было На моем Примере Хоть Фамилии Дату Рождения Мне На все Наплевать Ну что же Кейс Был Хорошим Продолжаем Кейс Был Хорошим Я Считаю Вообще Что он Анонимный Этот Кейс Если Честно Напишите Плюсик Кто считает Что Кейс Анонимный Кто Может Эту Софию Какую Какой Город Какая Страна Хи Люди Как Ее Вообще Опознать Можно Представьте Себе Да Она Не Видит Объективной Реальности Видите Как Невротики Рассуждает Они Вот Помните Я Начало Занятия Они Как Упоролись Вот Этой Историей Так Они И Долбят София Смотри Сколько Людей Просят Тебя Мари Ого Прям Очень Активно Это Невозможно Конечно София Миллион Мы Не Знаем Страну Мы Не Знаем Город Мы Не Знаем Ничего Кто Это Вообще Я Это Это Помогает Тысячам Людей Увидеть Разницу Между Информированием И вот Этими Всеми Разборами Хорошо Последний вопрос Софии София Что ты для себя Поняла в этом Разборе Давай Короткий Фидбэк Все Все Хватит Писать Она Сказала Решайте Как Хотите Я так Понял И мы Подумаем София Твой Короткий Фидбэк На Разбор Не На То Что А На Разбор Сам Вот По поводу Самостоятельности По поводу Фрустрации Выбросов Детства И мы Продолжим София Твоя Обратная Связь И мы Идем Дальше По Интеграции Я надеюсь Всем Понятно Что У Софии Может быть И вегетатика И навязчивые Мысли И панические Атаки И агорофобия И даже Дерализация Деперсонализации Надеюсь Все Понимают Что За примером Софии Кроется Различная Симптоматика С которой Она могла Носиться По белу Свету Много Много Лет Кстати Давайте У нее Спросим Какая У нее Симптоматика Была И есть София Тут Мне И моим Зрителям Интересно А С какой Болезнью Ты все Время Справлялась Ты Вот Ты пришла На шестой Сезон Какой Диагноз У тебя Стоит И какие Жалобы Изначально У тебя Всегда Были И как Ты их Формулировала Панические Атаки Видели Видели Исцелители Невроза Насколько Безумно Важно Сейчас Будет Прям На живом Человеке Вот вам Пациент И большинство Людей Ир Ань Подожди Пусть София Симптоматику Перечислить И Большинство Людей Упоролась Бы Идея Про Панические Атаки И ВСД Теперь Понимаете Почему Все Посетители Тренингов По Паническим Атакам Страдать Будут Долго И Упорно Сердцебиение Страх Тревога Потому Что София В лучшем Случа Тебе Скажет Это У тебя Проявление Тревожности Надо Снимать Тревожность Кто Слышал Такие Рекомендации Ребята Это У вас Все От Тревожности Надо Снимать Тревожность Какая Блять Тревожность Когда У человека Психотравма С детства В конкретике Фрустрации Молчанием Матери И Подавлением Ее Собственного Выражения Как Это Снять Снять Тревожность А Харе Понимаете Стресс Конечно Расслабление По Джекобсона Софии у нас делала София Ну как тебе Джекобсон Помог Сильно С расслаблением Ты наверняка Делаешь упражнения Для панических Атак Джекобсона Что ты еще Делаешь Против тревоги Но я тебе хочу От себя сказать Колю что ты на моем Тренинге А не на тренинге По паническим Атакам Делал Расслабление Снимает Тревожность Прекрасно Хорошо Тревожность Снимает А структура Как у тебя По поводу Взаимодействия С людьми Подавление Себя Никуда Не делась И не тянется Но нет Там у тебя Не внутренний Конфликт Там у тебя История Про то Что ты Боишься Выражать Собственную Точку Зрения Потому что У тебя есть Убеждение Не о том Что тебя Будут Игнорировать И будут Фрустрировать Так же Как и в детстве София Тебе Необходимо Начать День за днем Практиковать Новую форму Поведения Выражать Выражать Свою точку Зрения И выдерживать То Что им Будет Не нравиться Это первое Запоминай Второе Параллельно Писать То Что мы с тобой Сегодня Разбирали По вопросу Я имею право Не понравиться И это не означает Что от меня Все Отвернутся Весь мир Третье Тебе придется Своими действиями И поведениями Доказать Самой себе Что даже Если Гипотетически Предположим Что очень вряд ли Мама Отвернется От тебя И не будет С тобой Говорить Моральная Сила Должна Быть найдена Для того Чтобы подойти И сказать Ты знаешь Если честно Мне очень Жаль Что моя Родная Мать И мои Родные Родственники Не могут Принять Мое Право На выражение Своей точки зрения Мне очень Жаль Что моя Семья Игнорирует Мои пожелания И считает Меня Овцой Привязанной В огороде Которая Должна Делать Только так Как им Хочется Мне Очень Жаль Что моя Семья Не может Конструктивно Сказать Да Окей У Софии Другая Точка Зрения Мы Не согласны Но Продолжаем Ужинать Мне Очень Жаль Что вы Такие И если Вы хотите Отвернуться От меня Только за Выражение Своей точки Зрения И мнения Это Это Большая Беда Вообще В мире Но Что-то Мне Очень Зря Мне Очень Я Очень Сомневаюсь Что Это Так Я Думаю Что В большей Степени Ты Просто Боишься София Повторения Этого Игнора А не Такой Игнор На самом Деле Возможно Твоя Семья Давно Изменилась И Возможно Они Наоборот Воспримут Твое Твою Точку Зрения И Твои Выражения Как Вау Она Заговорила Неужели София Голос Подала Скорее Всего Они Удивятся Может Быть Где-то Они Очень Удивятся Словами Ничего Се На тренинг Что-ли Какой Сходило Че Ты Разговорилась У нас Как-то Обычно Так Мамаша Реагирует На результаты Моих Клиентов Что-то Ты Заговорила Сектантка Секту Попала Она Сказала Что Она Не хочет Суп Ты Прикинь Точно Сектанта Кто Там Тебя Надоумил Сказать Мама Я Не Хочу Ебаться В Жопу Сегодня Можешь Меня Не Трогать Пожалуйста Странно Как-то Кто Это Постарался Там Такое В Ютьюбе Ну Ка Покажите Мне Его Я Ебала Ебала Всю Жизнь А тут Она Сказала Нет Мама Я Не Хочу Странно Какой Шарлатан Вот Так Это Выглядит Понимаете Я Стала Подавать Голос После Того Как Стала Ну Да Учусь Молодец София Еще раз Огромное Спасибо За Пример Это Очень Крутой Разбор Это Очень Крутой Кейс Я Советую Вам Всем Пересмотреть Эту Логику Разбора Это Действительно Очень Круто Спасибо София Отдельное Отдельное Мне Спасибо Что Я Успел Вырвать Это Твое Сообщение Зацепиться За него Это Редкость Вообще Но Ничего Редкости У меня Не бывает Вообще В принципе У меня Все Очень Идет Так Как Оно Должно Идти В общем Спасибо Большое Тебе Давайте Продолжаем София Тебе Тоже Спасибо Говорят Про Ростиков Прям Ну Видите У вас Процесс Пошел Ребята Лед Тронулся Я Лед У вас Тронется Нет Есть У нас Конечно В группе Ребята Упоротые Что У них Там Слева Болит Что Это Такое Но Я Знаю Что Большинство Людей Сейчас Цепляет Та Правда И Те Примеры Которые Я Привожу Ок И Это И Есть Моя Работа Супер Да Мне Тоже Нравится На Шестом Мы Попробуем Еще Больше Кейсов Еще Больше Кейсов И На Ютьюбе Я Хочу Больше Сделать Кейсов Примеров Кейсов Примеров Устал Я Быть Говорящей Головой И Не Хочу Я Быть Одним Из Блогеров Которые Одно И Тоже Вебинар Но Не Помогает Это Людям Но Только Надеется На Новичков Со Словами Ой Вы Мне Сказали Что Такой Паническая Атака Вы Такой Молодец Вы Такой Распиздатый Психотерапевт Прошло Два Месяца Алексей Здравствуйте Мне Так Плохо Мне Так Ужасно Я Прожла Три Панические Атака У меня Больше Нет Но Я Не Могу Больше Жить Мне Так Ужасно Уже Такого Больше Не Было Знаете Я Не Хочу Этого Хочу Свой Кейс Да Прикольно Я Тоже Хочу Да Я Думаю Вообще Про Кейсы И Отдельно Может Сделать Какой Нибудь Денечек Чтобы Раз В неделю Мы Три Часика Сидели Кейсы Разбирали В Групповом Формате Может Это Было Реально Круто Собрать Так Группу Человек 30 50 И Во вторник Или в среду Вечером 2.5 3 Часа Вот так Точечно Разбирать Кейсы Мне Кажется Это Было Хорошим Вторым Шагом Таким Вторым Шагом Именно Уже Каким Таким Локальным Но Подумаем Если Это Видео Все Таки Дойдет До Ютьюба Давайте Какую-нибудь Голосовалку Сделаем Что Нужен Нам Такой Тренинг Отдельный Где Мы Будем Относительно Небольшой Группой Но Раз В Неделю Разбирать Кейсы Реальных Наших Членов Группы Может 50 Потому Что Смотрите Мы Разбирали Кейс Софии Но Посмотрите Сколько Откликов Это Ж Очень Терапевтично Смотрите Какая Обратная Связь Вон Не Разбирая Кейс Кого-то Конкретного Софии История Смотрите Как Откликнулась Насколько Люди Это Называется Кто Знает Есть Коллеги Коллеги Спалитесь Уже Как Называется Этот Процесс Смотрите Сколько Люди Откликнуло София Смотри Какая Ты Молодец Охренеть Мы Все Из Одной Кастрюли Как Называется Этот Процесс Спасибо Нет Не Инсайд Ну Это Отчасти Это Называется Коллег Нету Коллеги Все Заняты Сейчас Коллеги Заняты Они Работают Денег Зарабатывать Надо Продажи Плохие Надо Чтобы Что-то Случилось В этом Мире Как Называется Называется Это Групповая Динамика Почти Групповая Динамика Групповая Динамика Вы Услышали Кейс Софии Услышали Мой Разбор У вас Откликнулось И Про Динамик Создало Динамику И Это Пошла Цепочка Откликаться У всех Остальных Это Называется Групповая Динамика Вся Группа В едином Порыве Почувствовала Похожесть У всех Это 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 Очень Важно Коллеги Придумал Я Я Не Смогу Объяснить Насколько Нужно И Полезно И Как Это Откликается В Пациентах Никто Не Придет Наверняка Придут Только Те У кого Откликнулось Это На Занятие Ну Из Шестого Сезона Если Все Пять Сезонов Посмотрят Может Кто-то Из Пятого Придет Но Я Думаю Что Группа Будет Чек Максимум 30 50 Все Остальные Будут Ютуб Смотреть Все Ребятки Спасибо Давайте Дальше Погнали Значит Теперь Смотрите Давайте Меня Вернем Крупным Планом По Поводу Гештальта И По Поводу Внутренних Конфликтов Значит В рациональный ответ А зачем нам когнитивная терапия Вот на примере Софии Опять же Рациональная терапия Помогает нам Договариваться С самим собой Было бы неплохо Если бы они Но они И ожидания Не оправдывают Я неплохой Если А если так Веер пошел Да А если так А с чего я взяла Т-т-т-м Какой план действий Итак Было бы неплохо Но я понимаю Потому что Я не знаю Что он думает Я не знаю Как там А если так А если так А если так План действий Бла-бла-бла Вот эта схема Всем понятна была Рациональный ответ Где мы Выстраиваем Рациональный ответ На автоматические мысли Конкретного убеждения Если она доминирует В ситуации Например Я должна быть Хорошей невесткой Было бы неплохо Если бы я была Идеальной невесткой Но я прекрасно понимаю Что понятия Идеальной невестки Не существует Кому-то я понравлюсь Кому-то нет Если я кому-то Не понравлюсь Такое бывает Я не обязан Нравиться всем Я имею право На собственное мнение На собственную точку зрения И если я кому-то Не понравилась Это прискорбно Но я имею право быть Теперь внимание Супер информация Слушайте меня внимательно Как научиться принимать решение Быть собой Хотите Ну почти кейс Выжимку сухую Экстракт Как научиться Принимать решение Быть собой Вот часто это Ребята спрашивают Да Смотрите Я понял Сейчас Смотрите Вот Я хочу Чтобы вы Сейчас Меня услышали Отвлекитесь От компьютера Я понял Отвлекитесь От клавиатуры Пожалуйста Слушайте меня Внимательно Это важнее Чем Вот То что я Хотел сказать Вспомните Софию Представьте себе Маленькой девочкой Софии Которая игнорирует Маму Молчанием Это кстати Очень часто В советском Это знаете Откуда взяли Кстати Из советской Педагогики Там был Такой Долбоёб Макаренко И соплеменники Которые Так детскую Педагогику Задрочили Что это Просто Трандец Просто Трандец Именно Оттуда Пошли Эти больные Воспитатели В детских Садах И в школах Именно Это выходцы Вот этих Вот маньяков Блять Потому что Никак Кроме Как маньяками Их назвать Нельзя Молчи Не разговаривай С ребенком Чтоб он Понял Что он Был Не прав Посмотрите Какую травму Она наносит Этому ребенку Или Сними Штаны С девочки И поставь Ее на стул Чтобы весь Класс Посмеялся И это С их точки зрения Было Педагогичным Можете Представить Какие Долбоебы Вообще Заставь Мыть Туалет Если Ты Увидел Что Мальчик Пописал Мимо В школе Я вам Могу Таких Нарассказывать Примеров Советской Педагогики Макаренко Ну да Там Специфика На ко Все Что Заканчивается Сейчас Не об этом Да Теперь смотрите К чему я Представьте себе Софию Представьте себе Вот эту девочку Ее сегодня Голох в угол Да Это жесть И когда-то София В своей терапии И вы Столкнетесь С ситуацией Перед развилкой Как в сказках Старых Русских Налево Направо И многие Мои клиенты И зрители Уже Столкнулись С ситуацией Где они Хотят Сказать Как они Хотят Но боятся Последствий Либо Они хотят Сделать Как надо Им И забить На себя Я хочу Вам Сказать Важные Слова Чтоб Они Остались С вами На всю Жизнь Когда Мы Принимаем Решение Такого Характера Или Вообще Решение Руководствуйтесь Одним Я не могу Вам это Навязывать Потому что Есть ситуации Где надо Подыграть Кому-то И Забить На себя Вы понимаете Да Что это Немножечко Гибко Должно быть Есть ситуации Где надо Подыграть Например Хитрый Женская Где она Сказала Да Конечно Любимый Да А сама Хотела По-другому Понимаете Да О чем Я Но Это Не Невротическая История Подавления Это Женская Хитрость Или Мудрость Как Хотите Чтобы Просто Не Было Семейного Конфликта Она Просто Поняла Что На следующий Раз По-другому Может Объяснить Она В общем Добьется Своего Чувствуете Эту Разницу Где Иногда Женщине Надо Промолчать Просто Чтобы Не Обострять Ситуацию В какой-то Степени Потому Что Это Мудрость Мудрость Отключить Правда Тяжело Невроз Это Или Мудрость Тут Сложновато Будет Но Это Можно Пощупать Да А Вот Когда Вы Чувствуете Что Вы Идете На Рельсах Подавления Себя Вот Давайте Вернемся К Софии Чтобы Четко Понимали Записывайте Сейчас Ручки Пишите Просто Я пытаюсь Словами Это Любые Решения Имеют Последствия Страх Принятия Решений Я не читаю Я из головы Формулирую Страх Принятия Решений Всегда Будет Держать Нас Только Тогда Когда Мы Не Можем Принять И Договориться С Последствиями Я Не могу Повторить Я Это Из головы Беру Когда Мы Не Можем Принять И Договориться С Последствиями А Чтобы Договориться С Последствиями Что Многим У многих Не Получается Надо Сделать Одну Фишку Слушайте Внимательно Представляете Себе Весы На Одной Чаше Весов Последствия От Того Права Что Вы Сказали И Отстояли Свою Позицию Предположим Мама Мама Хотела Вас Трахнуть В очередной Раз Куда Нибудь А Вы Сказали Нет Мама Я Больше Не Буду И Ты Мне Больше Трахать Не Будешь И Мама Расстроилась И Сказала Как Я Ебала Тебя Всю Жизнь Ты Мне Больше Не Дочь Вот На другой Чаше Весов Мамины Слова И Расстройство Потому Что Вы Сделали Так Как Захотели Как Личность Внимание Если Вы Примете Расстройство Мамы И Вот Это Ее Поведение Внимание Как Плата Плата За Своё Право Быть Свободным Человеком И Честным Собой Тогда У вас Есть Шансы Если Вы Скажете Что Вот Это Все Поведение И Последствия Это Слишком Большая Плата За Право Быть Собой Вы Никогда Собой Не Станете Подумайте Об Этом Да Действительно Я Могу Не Понравиться Моим Зрителям В Ютюбе Когда Я ругаюсь Матом И Говорю Очень Жестко Смотрите Внимательно Да Действительно Кто-то Может Отписаться Многим Может Не Понравиться И Они Могут Написать Кучу Гневных Комментариев Но Так Так Могу 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 Маленький Фрагмент Включить Как Насколько Эмоционален Был Один Мой Клиент Который Для себя Просто Понял Очень Важные Вещи Он Искал Ответы Всю Жизнь Маленький Фрагмент Бля Алексей Ты Вообще Очень Крутой Перец Мне Так Нравится Как Что Ты Делаешь Ну Неважно Там Просто Много Мата Потом Ну Конструктивного Это Эмоции И он Был С собой Этот Парень Когда Записывал Это Сообщение Внимание Слушайте Меня Сейчас Любые Решения Любые Решения Будут Иметь Какие То Последствия И Если Вы Сможете Быть Способными При Нем При Мить Принимать Эти Последствия Как Плату За Своё Развитие За Свою Свободу За Свой Рост Вы Так Рванете Вперед У Меня Как Будут Вас В задницу Двигатель Вставили Еще Раз Внимательно Предположим Принятое Вами Решение Сулит Неопределенность И Вам Страшно И Вы Ни Хрена Не Знаете Но Вы Душой Понимаете Что Если Вы Это Решение Не Примете Все Будет По Старому А Если Примете Возможно Придется Например Уволиться С работы Предположим На Вашей Работе Все Затухло Зачахло И Вы Никак Не Можете Никак Себя Там Раскочегарить И Вы Говорите Если Увольняться И У вас Предположим Есть Какой-то Вариант Какой-то Офер Какое-то Предложение Но Там Новые Компании Новый Коллектив Новые Люди Все Заново И Вы Говорите Меня Впереди Ждет Неизвестность Новый Коллектив Адаптация Испытательный Срок Неизвестность Может Меня Уволят Через Месяц Ок Это Дискомфорт Но Именно Это Является Платой За То Чтобы Вы Достигли Изменений Потому Что Если Вы Не Готовы Будете На Это Пойти Вы Останетесь На Вашем Старом Месте Работы И Будете Перекладывать Бумажки Со Стола На Стол Пердеть В этот Стул Который Уже Скрипит От Вашего Пердежа Вечного И Брать Постоянные Больничные Потому Что У вас ВСД А А вот Если Мой Клиент Сядет И Скажет Честно Сам Перед Собой Я Сделал На Этой Работе Все Что Мог Я Пытаюсь Поменять Отношения Но Я Для Себя Морально Чувствую Что Все Ну Все Все У Меня Есть Вариант Но Мне Стремно А Вдруг Это А Вдруг Это Но Я Пойду На Это Потому Что Нет Боли В этом Смысле Нет Роста Я Не Смогу Вырасти И Вывести Себя На Новый Уровень Развития Если Я Не Выйду Из Этой Ступеньки Не Хочется Проводить Аналогию С Девственностью Не Очень Корректно Но Блин Давайте Сделаем Такую Аналогию Надеюсь Мало Кто Расстроится Но Кто Расстроится Но Если Ты Не Потерпишь Во Время Первой Брачной Ночи Ты Потом Не Сможешь Получать Удовольствие От Своего Мужчины Давайте Я Вот Так Корректно Скажу Окей Это То же Самое Касается Всего Вот Момент Этот Вот Тебе Это Спасибо Молодец Супер Так Держать Вперед Вот Это Болезненная Дефлорация Смены Мест Работы Города Еще Что Это Очень Важно Но Природа Не Просто Так Запрограммировала Дефлорацию И Болевые Ощущения Точно Так же С Вашим Развитием Это Всегда Через Неопределенность Через Страх Через Дискомфорт Это Всегда Через Лень Это Всегда Через Сомнение Если Вы Тупо Не Способны Преодолевать Дискомфорт Лень Сомнение Неопределенность Забивайте Потому что Ничего Не Изменится А если Вы хотите Действительно Хотите Рвануть Вперед Вы Потом Вот сейчас Наверняка Сидят Ребята У которых В жизни Так Было Давайте Я Свой кейс Хотите Быстренько Вот просто Быстренько Свой кейс Как это Реально Выглядит В одиннадцатом Классе Я сижу Дома Но мы Учились По субботам Мне очень Не хотелось Учиться В субботу Там Была Математика И химия Но химию я любил Математику Не очень И я слышу По радио Модельный Агент Слава Зайцева Объявляет Набор Юноши И девушек Конкурсный Завтра Кастинг В доме Моделей А я так Не хочу Идти в школу Думаю Блин Девчонок Хочу съездить Просто мне так Девчонки нравились Красивые Всегда С детства С юности Уже в одиннадцатом Классе Я их находил Смотрел на них Я ни с кем Говорить не мог Потому что Мне было Стремновато Но я на них Смотрел Вот так Значит Да Я подхожу К отцу Говорю Пап Можно я съезжу Там Что-то В этом Модельном Агентстве Папа У меня Очень В этом плане Большое Ему спасибо Он никогда Не запрещал Пробовать Это его Огромная Заслуга В моем Развитии Мои родители Ввиду Чувства Вины Которые Потому что У них Развод Был очень Сложным В восьмилетнем Возрасте У меня И они Видимо Поняли Что они Накосячились Процессом И они Не запрещали Мне Пробовать Себя С деньгами У нас была Большая проблема Потому что Это были Девяностые И Я не Семья Бизнесменов Я Семья Обычных Педагогов Советских Ну Тем более Педагогов Денег Было Очень Ограничено Всегда Но Отец Старался Как мог Я К чему К тому Что у него Видимо Из-за чувства Вины И любви Ко мне Потому что Он меня Забрал От матери Там Было Много Всяких Сложностей Не буду Об этом Сейчас И Он Видимо Чувствовал Какие-то Эмоции По этому Поводу И он Не запрещал Мне Пробовать Себя Он Не запрещал Мне Со словами Нет, ты что там Одни пидоры Какой парикмахер Какая модель Какой танцор Ты что там Он этого не запрещал Он просто говорил Ну если ты хочешь Пробуй только аккуратнее Если что Звони Прямо сразу Я приеду Все помогу То есть Он мне не запрещал Пробовать И когда я к нему Пришел Со словами Папа Завтра кастинг В модельном агентстве Можно я схожу Попробую Он говорит Ну если хочешь Считай Ну у нас завтра Математика Он говорит Ну что ты сам Думаешь об этом Я говорю Можно я схожу Внимание Следите за логикой Там куча народу Значит Всех забрали Забрали в большой зал И все говорят Ну давайте В общем по парам По сцене Там до конца Развернулись И обратно Это был 98 Там Восьмой что ли год Не помню И я не хотел выходить На сцену И я сидел И как-то очередь подходила И я все ближе Ближе к этому выходу И я не хотел Мне было стыдно Ну как-то Я первый раз на сцене Вообще там Софиты светят Зайцев сидит в конце И меня буквально Вытолкнули Потому что очередь Так поджимала Что у меня буквально Ну мне не было уже Варианта куда свалить Я пошел Я пошел С жвачкой Жу я Я дошел до конца Мне Вячеслав Михайлович Говорит Жвачку-то выплюни Я выплюнул жвачку И потом мне позвонили Вечером Сказали меня приняли На бесплатное обучение И я сидел И думал Идти не идти Потому что после школы Хотелось поспать Там Та-та-тым Ребята Двор Девчонки И мне показалось Что это интересно Я принял решение Пойти Но мне было стыдно Безумно Я сцену боялся Но я чувствовал Что мне это важно Иначе это будет Деградация И я принял решение Пойти и попробовать Не важно Что там потом Я не стал развивать Эту карьеру И так далее И тому подобное Но потом возникла Другая история Была история Тогда Когда Уже через какое-то время Я имел хобби Диджей И я танцевал У меня был Вот этот модельный бизнес Я много ходил По подиуму Фотографировался Параллельно еще играл В клубах В общем Одна клубная Тусовка И так далее И я понимаю У меня там возникают Первые паники В гримерке Я понимаю Что что-то надо менять Интуитивно И я чувствовал Я думал Что у меня с сердцем Проблема Но я думал Что у меня организм Подсказывает Что что-то не то И я Подавал Отдавал промо-диски В разные клубы Чтобы меня брали Резидентов И так же Я пошел на собеседование В один ресторан И так далее Я помню тот день Как сегодня Я сижу в кафе Кушаю Это был Макдональдс Потому что денег не было Но был на Макдональдс И я как сейчас Помню один звонок Алексей, привет Это промоутеры Такого-то клуба Мы решили взять тебя В общем На работу Для диджея Работать В проекте Крыша мира В Москве Когда он только Открывался Это было просто Ну Сногсшибательный успех И они говорят Давай два дня Подумай И звони И я кладу трубку И ровно через Пятнадцать-двадцать минут Мне звонят И говорят Вы приняты Менеджером В ресторан Золотой Кирилла Гусева И у меня Два выбора Либо тешить Свои эгоистические Нарциссические Амбиции Работая Пафосным Диджеем В дорогом клубе Либо Забить На свои Нарциссические Амбиции И пытаться Работать В ресторане Менеджером За Двадцать Восемь Тысяч Рублей Где я Много Чего не умею Где мне Стремно Потому что Официанты Знают Больше Чем я Но мне Выпала Возможность Попробовать Себя Либо Работать Диджеем В тусовке Которую Я неплохо Знаю И кайфую Между Кайфом И дискомфортом Я выбрал Дискомфорт Я забил На свое Эго И пошел Работать В ресторан Это Это Важно Потом Через Полгода Именно В этом Ресторане После Этого Выбора Когда Меня Уволили Через Полгода Меня не уволили Меня Можно Больше Сказать Сократили Потому что Мы Открывали Ресторан И за Полгода Мы Его Раскатали Надо Было Оставить Двух Менеджеров А не Трех Это Интуитивный Выбор Понимаешь Надя Я хочу С вами Поделиться Потому что Если Идти Постоянно По Комфорту Вы Не Получите Роста Сильного Дальше Рестораны Те-те-те Редра-дра-дра-дра-дым Не важно И Последняя Рэперная Точка Я Уже После Этих Ресторанов Устраиваюсь Работать Маркетологом В зоокомпании Где-то В интернете Писали Что Я Стригу Собак Я Никогда Собак Не Стрик Я был Директором По Маркетингу И Стратегическому Развитию Сегодня Эта Компания Там Вся Стрижет Собак Моет Покупает Шампуни Оборудование И так Дали Тому Подобное Эта Компания Не будем Назовать Зачем Лишний Раз Но Это Лидер Рынка Груминг Услуг В России По Обслуживанию Собак Разных Пород Так Вот Идеальные Условия Я навел Высоком Счету Не только У директора Единственного Но и у Собственников Компании А собственники Очень серьезные Потому что Это их параллельный Бизнес Тридцать третий Но меня Все ценят Потому что Они видели Что было с компанией Что стало за пять лет Как мы рванули Вообще Туда куда я прихожу Все время Начается Вот это Но это Не то что Я такой Крутой А потому что Ну Так как Энергетика В общем Крутится Что Люди Прорываются Просто В этом Смысле Компании Люди И это Я вам Желаю Тоже Со мной Прорваться И Я обожал свою работу Я никогда не ехал на работу С желанием Не поехать Я пять лет на нее ехал С очень Хорошими чувствами Я никогда не думал Что я уйду И В какой-то момент У меня появилось Первое Я уже снимал видеоблог Это был одиннадцатый год Потом двенадцатый И я начал понимать Что я хочу попробовать Себя бесплатно Консультировать По скайпу Слишком много было Вопросов Из-за первых видео И я начинаю Пробовать Бесплатно Консультировать Людей по скайпу И начинаю Видеть их Обратную связь И мне начинает Очень нравиться И тут Что-то Начинаю Чувствовать Внутри себя Потом Я начинаю Брать Первые Триста Пятьдесят Рублей Потом Четыреста Рублей Параллельно Работая В офисе И потом Я начинаю Думать Первая Точка Здесь Можно Пойти Учиться Московский Суд Психоанализа По вечерам Но правда Надо будет Учиться Каждый Вечер Кроме Субботы И воскресенья Каждый Вечер Семи До Десяти Год Я понимаю Что мне С девяти До шести Работать И с семи До десяти Учиться Каждый День Это Пипец Как Дискомфортно Это Пипец Как Дискомфортно Но именно Этот Выбор Послужил Очень Многим Вещам Внимание Я принимаю Решение В дискомфорт Пойти Дальше Только Так Вы можете Себя Найти Правильно Аня Говорит Дальше Когда Я Уже На середине Обучения Я полностью Влюбился В это Дело Я почувствовал Что я Что-то Вот В себе Нашел Где Сошелся Пазл То есть Пазл Сошелся Я смотрю И я не верю Своим глазам Что пазл Сошелся Где Я могу Приносить Пользу Где Я делаю То Что Мне Инстинктивно Интуитивно Понятно Где Мне Не требуется Зубрить Чтобы Понять Что происходит Я это Чувствую На каком-то Внутреннем Интуитивном Моменте Плюс Мне безумно Интересно Общаться По этому Поводу Я готов 24 часа в сутки Вообще То есть Если б меня не вырубили Но если б меня не вырубить Я могу 24 часа в сутки С вами работать Пока Я просто не упаду Вот тогда я закончу Потому что Когда вы занимаетесь Своим делом Вы просто живете этим Вы не работаете Я просто сживу Так Сейчас не об этом И у меня выбор Январь 2012 года Вы не представляете Как это было Тяжело Вот сейчас Все По поводу Внутренних Конфликтов У меня С одной стороны Комфорт Остаться Маркетологом Новый Арбат Шикарный Офис Отличные Условия Стамбильность Зарплата Проценты И развитие Проектов Каких ты хочешь Текарбланж От собственников Развивай Компанию Так как ты хочешь Главное Согласовывай Бюджет Все И на втором Или второй Вариант Уволиться И начать Работать По скайпу Вы Пиздец Как не представляете Как мне было Страшно Вы просто Пиздец Как не представляете Как мне было Страшно Уходить С насиженного Места В какое-то Консультирование По скайпу Еще не закончив Учебу В институте Психоанализа За 500 рублей В час Просто потому Что я снял Ролики на ютюбе Вы не представляете Сколько мне стоило Это мучений Потому что Никто Не гарантировал Что через две недели Люди скажут Да пошел ты нахер Со своим ВСД И я просто Тупо Остался бы Без работы И я бы Себя Винил Вы не представляете Сколько страданий У меня было Моральных По этому поводу Там не было невроза Я уже это понимал Потому что я уже Все-таки учился Вы не представляете Даже на том этапе Как мне было тяжело Но я помню Как я с тобой договаривался Я просто-напросто Сказал себе Я не знаю Что будет Я не знаю Получится у меня Или нет Но я знаю Что я для себя Сейчас честный Что я хочу Уйти И я не знаю Как оно пойдет Я очень надеюсь Что я смогу Зарабатывать Как минимум Так же Я зарабатывал Тогда 75 тысяч В месяц Я был уверен Что я хочу Как минимум Так же Просто чтобы Я занимался Любимым делом В этом смысле И я пришел К своему Генеральному директору Об этом сказал Это было Очень большое Потрясение Не только для меня Но и для всех Остальных Менеджеров Я передавал Дела Еще два с половиной Месяца Потому что я один Занимался Многими вещами И я помню Как я первого марта 2012 года Стал работать Полностью на себя И сегодня Я зарабатываю В три с половиной Раза больше Чем тогда В тридцать пять Точнее Раз больше Простите В тридцать пять Раз больше Я хочу вам Всем Сказать Что развитие В тридцать пять Я не ошибся Очень важно понимать Что развитие человека Всегда связано С дискомфортом Это очень важно Если вы будете Постоянно Пестовывать Свою лень Комфорт Надо точно Знать Я убежден Что всем людям Что всем людям На земле Выпадает шанс И в бизнесе И в профессии И в компании Развития И в городе И в мужчине И в женщине У всех У вас Эти шансы Периодически Выигрывают Периодически Они перед вами Вы просто Тупо Ими не пользуетесь Благодаря Вот этим Вашим вещам Которые вы себе О которых Я сейчас говорю Вашему Зашоренному Взгляду Про комфорт Про безопасность Про предсказуемость А есть Всего лишь 5 процентов Населения Которые Способны Вот в этих Рэперных Точках Пойти Вот В неопределенность Но не глупо Идти в неопределенность Потому что Глупо увольняться Если тебе Некуда увольняться Надо думать Сначала Понятно Что должно Адекватное мышление Должно присутствовать Тоже Вот И я вам могу Так сказать Вы можете Почитать Биографии Огромного Количества Людей Вы увидите Очень много Схожего Согласны Со мной Кто читал Вот это Очень важно И вы Даже сейчас Сидя здесь Можете Вспомнить Что Ваши Очень важные Изменения В жизни Всегда Были связаны С преодолением Каких-то Случайных Дискомфортов Это Какая-то Череда Принятия Решений Причем Иногда Решения Которые Были Вынуждены И пошли По дискомфортному Пути Знаете Сколько У меня Было В 2008 Году Или Каком Там Году Не помню 12 Года Кризис Был 13 12 Год 11 Знаете Сколько Я Слышал Восьмой Там Позже Еще Что-то Был Я Помню Что Я Уже Занимался Тогда Психотерапией Вы Знаете Сколько Людей Было 12 Наверное Да Вы Знаете Сколько Людей Было Убеждено Что Это Край Их Жизни Когда Их Сокращали Помните У нас Были Повальные Сокращения Предприятия Эти Люди Писали Звонили Вот У них Вот так Волосы Торчали Со словами Это Полный Пиздец В нашей Жизни У меня Кредиты Ипотека У меня Полный Пиздец Меня Сократили Кризис Что Делать Банкрот И Через Год Эти Люди Молились Этому Кризису Со Словами Спасибо Тебе Большое Потому Что Если Меня Не Сократили Я Бо Не Нашел Например Сегодняшний Коллектив Сегодняшнюю Работу Я Бо Наконец То Не Решился На Частное Предпринимательство И Бизнес То Есть Вот Эти Кризисные Точки Кризис Кстати Это переводится К возможности Если вы поняли Они Являются Ростом Точкой Роста Кризис Это Точка Роста Внимание Всем Ваш Невроз Это Личностный Кризис Это Рост А Не Болезнь И Если Вы Сейчас Поймете Где Вам Выбирать Вы Сможете Так Вырасти Как Вы Себе Даже Не Представляли Никогда Но Если Вы Провафлите Все Эти Возможности И Просто Закинетесь Сука Феназепамом И Будете Смотреть Ютьюб Нихуя Вам Не Грозит В Этой Жизни Кризис И Невроз Это Одно И Тоже Только Кризис Финансовый Это Мировая Экономика Государственная А Невроз Это Личностный Кризис А Кризис Это Всегда Возможность К Росту Вам Организм Ваш И Ваша Же Биология Подсказывает Что Вы Пришли В Какую То Кризисную Точку Где Удерживать Себя В Старом Вы Уже Не Можете Это Как Цветок Которому Хуево Потому что Как оно Эти Корни Уже Вот Заполнили Весь Горшок Цветку Хуево Конкретно Но Пересадить Его Либо Лень Либо Не знаем Куда Либо Не умеем Либо Это Блядь Надо Поехать Купить Сука Землю Камушки Это Такой Геморрой Вы Вот Поймите Что Ваши Все Неврозы Это Цветок Который Перерос Уже Свой Горшок Очень Много Моих Клиентов Выглядит Как Блядь Вот Сука Вот Такой Кустарник С Вот Таким Горшочком Ему Так Пиздец Этому Цветку С Этим Горшочком У Него Просто Разрывает Уже Этот Просто Горшок Пересаживайтесь В Больший Горшок Это Новые Коллективы Это Новые Хобби Это Новые Отношения Если Там Все Хуево Это Новые Кумиры Это Новые Книги Это Новые Страны Это Решения В Новые Какие То Вещи Тогда Этот Цветок За Буквально Полгода Еще Так Вырастет Блядь А мы Думали Полный Пиздец Смотри Как Вымухал Про Меня Точно Так же Думали Когда Я Уходил В 12 Году Ну Все Это Полный Пиздец Он Завтра Через Месяц Придется С вами Возьмите Меня Уборщиком В 35 Раз Выросла Моя Средняя Зарплата Поймите Что Ваш Невроз Это Точка Роста Спасибо Не хочу Ничего Говорить Увидимся В четверг Пока Субтитры Продолжение следует...